Музыка Всем привет! Тут какая-то еще была такая музыка. Я думал, может, еще раз покажут для запоминания. Мы начинаем впервые, вообще Ukrainian Creative Stories вообще впервые, но впервые это в онлайне, вообще для истории Киевского международного фестиваля рекламы. Как старожила я с него решил начать, который будет в этом году 21-й. И какие-то по счету у нас еще международные Wow Done Awards, Ukrainian Design, кажется, 9-й мы высчитывали. И не помню какой Art Directors Club Awards. Итак, сегодня у нас церемония награждения, церемония, онлайн объявления победителей с ручениями наград, национальных конкурсов, а именно Ukrainian Design The Very Best of 2020 и Art Directors Club UA Awards 2020. Итак, что из себя представляет вообще Ukrainian Creative Stories, как это соотносится с Ukrainian Creative Awards, потому что путаются многие в наших гениальных, в моих гениальных в том числе задумках, включая наших сотрудников. Есть четыре, на сегодняшний день, не факт, что это останется, то есть как бы навсегда, и там в следующие годы так останется, но на сегодняшний день есть четыре украинских рекламных фестиваля. Два национальных, это Ukrainian Design и Art Directors Club, и два международных, это Wow Done Awards и Киевский международный фестиваль рекламы. И эти четыре фестиваля имеют общую такую некую шапку, которая называется Ukrainian Creative Awards, ну, что, собственно, логично. Но кроме непосредственно награждения и конкурсной части, точнее, есть еще и сопутствующие, когда в оффлайне это вот некая тусовка, это там семинары, это различные там неофициальные, ну, как бы непрофессиональные там конкурсы, призы, розыгрыши, там вот как бы всякое разное, которое у нас, собственно, составляли всегда так называемую там семинарскую или там научную, даже мы когда-то пытались в первые годы говорить это слово, и тусовочную часть. И вот эти вот все вещи сейчас в духе времени, в духе, я не знаю, там, Инстаграм, Фейсбуков, мы назвали Stories. Таким образом, все действие называется Ukrainian Creative Stories, которое состоит из непосредственно конкурсной части, официальной, ну, Ukrainian Creative Awards, и вот различных сториз. Таким образом, ну, вроде бы как разобрались. У нас ближайшие два дня мы разбили победителей на такие временные участки и приглашаем заранее в стиле, ну, других фестивалей, тот же Эпики или Реддота. Мы заранее объявили золотым, да, интриги в этом году для золотых не было, что они, обладатели золотых наград, что они приглашаются сюда, в студию, да, ну, в офис Украинской рекламной коалиции для получения этих наград. И для этого разбили их с учетом карантинных там различных наших мероприятий. Мы разбили их во времени. И у нас получается, что примерно там каждый час есть какие-то там победители. Между этим мы показываем непосредственно все финалистов. А, кстати, в этом году впервые вообще в истории наших фестивалей мы показываем абсолютно всех финалистов, причем полные версии. Я об этом еще раз расскажу в процессе каждого, ну, как бы представления каждого конкурса. Но этого раньше никогда не было, когда там, я не знаю, там шорт-лист с пятиминутным роликом есть и такие. И только вот онлайн-формат может себе позволить, ну, как бы там все это смотреть. И у нас получается, что, еще раз повторюсь, как бы в программке вы можете посмотреть, каждый час у нас есть живые люди, золото получающие здесь на этой сцене. Возможно, с кем-то мы будем из победителей разговаривать в виде там близ интервью. Между, собственно, награждениями и представлениями у нас различные сторис от агентств самых разных форматов, самых разных родов войск и агентства, и вообще. У нас различные там рекламные ролики, в том числе и из синематеки Бурсико, из Ничи Рекламожерев, из архивных роликов Киевского международного фестиваля реклам. То есть, в целом, как мне кажется, скучать не придется, будет и интересно, и полезно. Ну, то есть, как бы, хотя мы абсолютно в здравом уме и понимаем, что выдержать два дня марафон должны только какие-то, ну, все время смотря, какие-то там психопаты, ну, как я, например, да. То есть, вы можете отвлекаться, вы можете, безусловно, там, как бы, там, уходить, отвлекаясь от монитора, там, куда угодно. Тем более, что ролики, вернее, почему ролики? Все наши вот эти вот события Ukrainian Creative Stories, они останутся на YouTube-канале на века. Ну, вот, пока мы есть, мы столько и будем их держать. Теперь непосредственно про, ну, может быть, некую историю наших вообще фестивалей и вообще для чего они нужны. Начать я хочу с всеукраинской рекламной коалиции для чего, то есть, как организатора. Что это за организация, для чего, кому она нужна, и вообще, зачем мы этим занимаемся? У нас это общественная организация, в которой больше, там, 150 уже коллективных членов, в основном это рекламное агентство всех родов войск, и есть какая-то часть клиентов, ресерч-компании, медиа как медиа. И основная задача нашей организации – это, там, титульное представление рекламной индустрии. То есть, на вопрос, а что у нас там с рекламой в Украине, должно возникнуть светлый лиг всеукраинской рекламной коалиции, которая должна сказать то-то, то-то и то-то. Четыре основных направления, на которых мы занимаемся, вот развивая этот цивилизованный рекламный рынок в Украине, это структурирование, там, я не знаю, там, собственно, рекламного рынка, то есть объемы рекламного рынка, кто основные игроки, какие основные каналы на этом рынке, кто есть кто на этом, ну, на нашем индустриальном поприще. Второе направление – это, опять же, то, что я уже говорил, что мы на вопрос, что такая рекламная коалиция в наших контактных, вот, JAR, там, Government Relations, должны ответить вот то-то, то-то. То есть, это так называемые правила игры. И это лоббирование интересов рекламы как отрасли, и с точки зрения, там, законодательных каких-то изменений, и в исполнительных органах власти, то есть, это вот такие правила игры. Третий момент – это у рекламы должно быть какое-то будущее, поэтому популяризация рекламы как отрасли, прежде всего, для молодых наших, ну, как бы там, будущих рекламистов, мы надеемся, что они будут цивилизованными и более мудрыми и успешными, чем, там, поколения предыдущие. И последнее направление – это очень важно, это социальная функция рекламы, потому что социальная реклама, и это в том числе, это тоже светлый лик рекламистов в лице нашей общественности. Реклама – это не только какой-то уродливый щит на вашей любимой клумбе, или это прерывание, назойливое прерывание, там, роликами, не важно, где, там, в онлайне или в телевизионном эфире вашего любимого сериала. Реклама – это еще нечто полезное. Реклама – это то, что помогает собрать, там, донорскую кровь, убрать наши улицы, очистить памятники, ну, и так далее, и так далее. Уберечь лес от пожара. И вот эти вот четыре основные функции, вот, собственно, ну, мы несем, и они решаются в том числе через организацию рекламных каких-то фестивалей. Потому что именно победители рекламных фестивалей или, там, лучшие работы рекламных фестивалей, они, во-первых, часто раскрывают и социальные функции, они показывают значимость рекламы, они популяризируют рекламу среди молодых ребят, они структурируют рынки, потому что мы можем по результатам фестиваля составить те же рейтинги креативности, общепринятые, как во всем мире. И мне очень радостно, я сейчас сразу забегу вперед, там, в качестве небольшого тизера, что в этом году у нас есть много новых, ну, как новых, для меня, во всяком случае, достаточно новых имен среди победителей. И это здорово, и, ну, я не знаю, это означает, это вселяет там дикий оптимизм, потому что у рекламы есть будущее, потому что есть люди, которым все это еще интересно. И я понимаю, что все эти рейтинги, почему я, все понимают, что все эти рейтинги, там, креативности, кто самый креативный, они носят достаточно условный характер. Кому-то сетка запретила участвовать, экономя, там, финансовые бюджеты в фестивалях, там, в частности, в этом году. И вот он уже что, он перестал быть от этого креативным? Или там какое-то агентство по тем или иным причинам решило не участвовать в этом году, может быть, сохранив бюджеты, что, ну, наверное, правильно для, там, зарплаты тем же сотрудников или для каких-то других, я не знаю, там, своих затрат. И, ну, в том числе, ну, как бы, целый ряд, как бы, известных игроков рынка, уже давно зарекомендовавших себя, не участвовал в этом году в фестивале. И мы выпускаем рейтинг креативности. Кособокий? Нет. У нас будет прекрасный рейтинг креативности с, я это знаю уже, во-первых, с очень сбалансированный, потому что в нем есть и известные заслуженные имена, и в нем есть, и это меня радует вообще чрезвычайно, абсолютно новые игроки. Нету, ну, может быть, есть, я не знаю, то есть, как бы, более эффективных путей для того, чтобы о твоем существовании узнали на этом рынке. Клиенты, коллеги, я не знаю, там, сотрудники других агентств, обливаясь от зависти, как участвовать в фестивале, как получить заслуженную оценку от своих коллег по цеху. Заслуженный – это может быть и теплый душ, и холодный душ, но вот именно этот тест, насколько ты, ну, как бы, там, креативен и значим. Да, вот именно в этом срезе сегодняшнего, сегодняшнего дня, вот мы и получим результаты. Сейчас, я думаю, что для вступительного слова уже достаточно. Я хотел бы передать микрофон слова онлайн Ольге Шевченко и Евгению Кудрявченко из «Винтажа», которые нам расскажут про дизайн-баттл, точнее, про результаты тоже первого дизайн-баттла в эфире, а потом, после этого, я вернусь, и мы продолжим уже с награждения «Ukrainian Design 2020». Сейчас я им передам слово, но до того, по-моему, я должен сказать про спонсоров. Не знаю, это я пытался клацнуть, но ничего не клацнулось, должно возникнуть презентация. Я хочу сказать спасибо спонсорам. Это я говорю режиссер. Вообще, вы знаете, чем больше накладок, тем больше лайков. Вот у меня был там такой период, примерно, период. Был прецедент лет там 10 назад. У нас на церемонии награждения выбило свет. И вообще вся полетела к черту вся церемония. И это был такой драф. Вели тогда Игорь Диденко и Глеб Тимошенко. Это было все в Доме кино. Но люди выходили... То есть церемония была сорвана фактически. Но люди выходили из зала такими счастливыми, что столько счастья, столько слез от радости, от смеха я не видел никогда, даже когда у нас были... В смысле, не даже когда, а тогда, когда у нас были идеальные все церемонии. Никто ничего там не запинался, не клацал. То есть это было довольно скучно. Не возникли вовремя спасибо партнеров? Ну и молодца. Но все-таки сейчас возникли, и я думаю, что можно сказать. Итак, у нас есть... Не знаю, там, генеральный, не генеральный. Ну, у нас есть партнер. Мы вообще рады, что какие-то партнеры есть для онлайн-мероприятий, которые, ну, собственно, ничего особенно не обещают там с точки зрения каких-то медийных или там маркетинговых там еще коммуникаций. У нас с Айкосом давние отношения. У нас в офисе можно юзать Айкос, если угодно. Поэтому, ну, вот как бы мы рады, что Айкос нас поддержал в этом году. У нас есть партнер Digital Chain, это и агентство, ну и не только. И тоже оно, ну, не скажу, что многолетнее, но в прошлом году, кто-то, если помнит, в Одессе вечеринку, на которой осталось столько, я вообще не знаю, зачем Digital Chain в той редакции прошлогодней Digital Chu купил столько мяса. Сердце кровью обливалось, но спасибо Digital Chain. Green Energy – это новый энергетик от новых продуктов. Это легальное использование, я не знаю, можно ли говорить слово в YouTube марихуана. Ну, в общем, короче, это вот с марихуаной, оно в дизайне есть. Я не пробовал, я думаю, в конце эфира полетаю. Это тоже так вкусные батончики, это я пробовал, этими я заряжаюсь. Это тоже от новых продуктов, в данном случае это уже закусон. Ну, и немецкое, я не знаю, там шампанское, не шампанское, это какое-то такое игристое вино. Девочкам нравится, мальчики для девочек покупают, если хотят что-то сделать с этими девочками. А у меня там есть виски, которые нам не спонсируют. Вот, а теперь передаю слово, собственно, винтажу. Так, всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Шевченко, Евгения Кудряченко сегодня не будет, но тем не менее это не отменяет того, что мы вчера, 27 мая, провели первый онлайн-баттл по креативу. В двух словах расскажу для тех, кто не знает, что это за мероприятие. Мы его уже проводим несколько лет, и в прошлом году мы устраивали турнир по абсолютно разным городам Украины, где отбирали чемпионов. И как бы онлайн-баттл создавался на основе диджитала, и за два часа в условиях этого конкурса нужно дизайнерам, креаторам создать некий продукт. Если мы говорим, что про предыдущие баттлы, то это было создание лендинг-пейджа или промо-страницы, и ребята получали бриф. До этого с ним не были знакомы, вот они его получают. У них есть ровно два часа его прочитать, осознать и сделать готовый продукт, который потом оценивает жюри. В связи с тем, что мы попали в такую ситуацию, как карантин, то надо было в этом году полностью как-то пересмотреть этот формат, и мы ушли в онлайн. И сейчас у нас параллельно Туаврс Дизайн Баттл проходят отборочные туры для больше веб-дизайнеров, конечно же, потому что с этого всего начиналось. Но тем не менее в рамках Ukrainian Creative Stories мы сделали первый дизайн-баттл по креативу, то есть по созданию визуальной креативной стратегии. И это было интересно. Я чуть-чуть дальше расскажу, какой же был бриф, и также сегодня объявлю третье, второе, первое место, которые получают непосредственно подарки от партнеров. Это подарки все, и первое, и второе, и третье место получают от EatMe и Green Energy, а также второе, и третье место получают подарки от партнера Megogo. Это двухмесячная подписка. И первое место получают трехмесячную подписку от Megogo. Вот. Если говорим про статистику, было прислано заявок 51, отправлено работа, 21 работа. Это те, которые реально сделали готовый продукт, боролись. И эти работы все были высланы вовремя. Дедлайны ушли на оценку к нашему любимому высокопоставленному жюри. Обожаю их. Давайте посмотрим быстренько, кто же у нас оценивал работы. Это был Александр Смирнов из Табаско, Владислав Денис из Челл Украин, Владимир Кобец в Digital Chain, Маша Тетерин в Bideo Ukraine и Костя Шнайбер в Сачи Сачи Ukraine. Собственно, вот эта вот звездная пятерка сегодня ночью очень внимательно оценивала каждую из 21 работы для того, чтобы определить, какая же из них была лучшая и достойно получить призовое место и выиграть этот двухчасовой баттл. А теперь хочу немножко рассказать, что же ребята делали, какое у них было задание. И, понятное дело, работы, учитывая, что все работали только 2 часа, 2 часа времени, поэтому их невозможно ценить как полную работу, над которым работало агентство месяцами, продумывало креативную стратегию. То есть задача в баттле – быстро осознать, попасть в целевую аудиторию и сделать такой продукт, который с помощью, благодаря креативной идее будет цеплять сердца жюри. И, собственно, жюри – это именитые креативные директора, которые понимают, сразу ловят суть и могут очень быстро определить. И они сегодня с благодарностью каждому отношусь за то, что они вложили частичку себя и, собственно, оценивали эти работы и смотрели. Рубка была, вот честно. Есть парочку работ, которые были по баллам одинаковы на 4-5 месте. Но все-таки первые тройка лидеров, она, с точки зрения фаворитов, она каждая на своем достойном месте. Итак, перейдем непосредственно к самому брифу. То есть вот такой бриф высылался ребятам, которые боролись вчера в течение двух часов. Здесь описывается, что это такое. То есть у них было всего лишь, опять же говорю, два часа. То есть в 11.00 высылается письмо каждому зарегистрированному участнику. У него есть только два часа. Во-первых, прочитать вот это все, чтобы было понятно, о чем речь. И надо выслать до 13.00 свою работу. Все работы, которые присылались в 13.01, они были автоматически дисквалифицированы. И хорошо, что вчера настолько все ответственно подошли к этому заданию. И вот по динамике даже было видно. Первая работа была выслана в 12.58, потом 15 работ было выслано в 12.59, и все остальные в 13.00. И это очень здорово, что все, кто присылал вчера работу, то это 21 чемпион, 21 человек, потому что не испугались и реально решили себя попробовать и выслать до конца сделанный продукт. Ну кто сколько успел, понятное дело, за два часа. Вот. Поэтому над чем же вчера работали ребята? Какая же у них была тематика? Понятное дело, что учитывая, что карантин, коронавирус заполонил последние несколько месяцев все наши эфиры, то мы решили предложить ребятам разработать креативную стратегию по созданию бренда вакцины от коронавируса. То есть сейчас известно, что во многих странах как раз пробудят тестирование и создают эту вакцину, но проблематика в том, что на самом деле очень много людей скептически относятся к вакцинации как таковой. То есть задача была создать такой продукт, такой бренд, что его бы хотелось, и это было безопасно. Мы разрешили абсолютно помечтать, не обязательно это должна быть инъекция. Это может быть напиток, как тот же, грубо говоря, Green Energy, или батончик, как Eat Me, или какие-нибудь жевательные таблетки, или просто жвачки, или может это будет газировка или сироп. То есть все, что угодно для того, чтобы, так как мы не знаем, как будет выглядеть эта вакцина, поэтому у нас есть большая область для креатива и создания чего-то очень интересного. Были работы, где предлагали это сделать как гречку, были по поводу тоже таблеток, были где-то просто специальные защитные маски. То есть креатива было в каждой из работ очень много, достаточно, не только с точки зрения коммуникации, но и с точки зрения формы и обертки, что это может быть в понимании вакцина. Вот. Поэтому что нужно было сделать? Придумать, в каком виде будем продвигать эту вакцину, придумать название, логотип, если нужно, сделать коммуникационную стратегию, если вы будете доносить, когда вы, ну, что вы будете доносить, кому и зачем. То есть задача, учитывая скептичность, что, опять же, мы описали статистику, 35 людей скептически к этому относятся и не до конца понимают небезопасность ситуации. И 8% вообще не считают за то, что нужно делать вакцинацию и еще и отговаривают своих родных и близких. Вот. Ну и, понятное дело, нужно было визуализировать продукт на разных рекламных форматах, где будет происходить непосредственно продвижение с точки зрения коммуникации. И сделать финальную презентацию, которую, собственно, ребята уже забрали все свои слайды, весь свой текст, все свои визуальные подачи оформляли. И финальным продуктом это бы кто-то выслал в PDF, кто-то в Kino, кто-то в Pt. Вот. И непосредственно уже после этого ребята переходили для того, чтобы это все делать. Как оценивало жюри, по каким критериям? Оригинальность и креативность идей. Необычные, нестандартные приемы. Насколько конечный продукт попадает в целевую аудиторию и целостность визуальных решений. И, собственно, на основании всех вот этих результатов жюри носило свои оценки. Также для жюри была специальная еще одна опция. Каждому нужно было выбрать одного, именно вот фаворита, вот того человека, который считает, что на фоне всех остальных работ лично для этого члена жюри, он считается чемпионом. И каждый проголосовал. Это не влияло относительно баллов, но это была такая некая колеряция с точки зрения того, насколько мнение жюри совпадает, так как каждый член жюри сидел онлайн и оценивал самостоятельно. Не было обсуждения как такового, которое мы обычно делаем на оффлайн баттлах. Но они вносили свои оценки, и каждый его делал. И вот я вам скажу, что как раз тройка победителей, они совпали и по баллам, и по пересечению некоторых мнений членов жюри. Поэтому, как мне кажется, формат получился, формат интересный. Давайте теперь перейдем к победителям и посмотрим работы именно тех, кто занял непосредственно первое, второе и третье место. Итак, переходим к работе. Третье место. Выглядит оно вот таким образом. Здесь идет первый слайд. Вакцина – это не теория заговора. То есть идет от этого. Много людей думают, что вакцинация портит здоровье, и это теория заговора. Поэтому мы хотим развеять этот миф. И, собственно, на этой проблематике была построена стратегия. Проблема широкой аудитории. Если аудитория большая, то будем допускать, что мы обращаемся к людям 20-35 лет, и они, в свою очередь, должны быть авторитетом, который будет дальше продвигать массы своим знакомым и родственникам. Поэтому выбрана такая стратегия и свежая подача. Нужен супергерой. То есть здесь участник, который это делал, решил коммуницировать относительно какого-то героя. И непосредственно этот супергерой будет спасать нашу планету. Таблетка. Коммуникация простая и дружелюбная. Или способ приема вакцины не имеет максимальной серьезности и доверия. Поэтому оставляем таблетку. Ее легко принять. И очень просто. То есть не надо делать уколы. То, что многие не любят или боятся. Просто выпил таблетку и вот тебе и счастье. А таблетка уже называется вакцина. Нейминг и логотип. COVID наша самая большая проблема сегодня. Поэтому нейминг должен быть максимально простым. Поэтому нейминга вакцина. Желтый круг. Это наша таблетка супергерой. Поэтому все очень просто. Максимально просто. Популяризация этого всего без каких-то усложнений и недопониманий. Элемент антагонист. Частинка короны самого вируса. Она характеризирует именно этот вирус. Поэтому она будет помогать нам, против чего же мы все-таки боремся. Ну и здесь, понятное дело, пошла уже непосредственно сама визуальная коммуникация. Как будут выглядеть борды и с какими призывами будем общаться. Несси наясное, а вакцина так. Инопланетяны не прилетали, а вакцина тут. Чары на 9, а вакцина так. То есть от обратного пошла. И я думаю, и с точки зрения такой свежей подачи и простоты своей коммуникации, жюри как раз и определили эту работу высокими баллами. И она непосредственно занимает свое почетное третье место. Земля наклазка, а вакцина и снуя. Вакцин выглядит так на бордах. Такая коммуникация пока ковид. Ну и все. И дякую за увагу. Я поздравляю. Это работа Сергей Ковтун. Третье место. Поэтому подарки от наших партнеров EatMe, Green Energy и двухмесячная подписка на Мегуго отправляются к вам. Вот. И также хочу сказать, что все презентации, они были зашифрованы. У них были кодовые названия как 03, 02. В зависимости от того, какой у них был порядковый номер. Поэтому только если в презентации так получилось, что ребята, следующая презентация, вы видите, поставили свою фотографию, тогда жюри могло распознать. Но была просьба жюри, конечно же, закрывать на это глаза, как будто бы они не знают этого человека. Но я думаю, многие члены жюри и в принципе и не знали, кто из кто. Поэтому с точки зрения голосования довольно-таки максимально пытались его объективизировать. Итак, вторая работа Владимира Никоненко и, собственно, его стратегия. Задание. Бренд вакцины, коммуникационная стратегия. Проблема. Люди должны сделать вакцинацию от коронавируса. Продукт имеет очень широкую целевую аудиторию. Но что же их объединяет? Карантин. Люди устали сидеть заперти, они хотят вернуться к своим обычным делам, встречаться с друзьями, путешествовать, ходить на работу. Одним словом, вернуться к привычной жизни. Люди хотят быть здоровыми, чтобы жить и творить. Вернись в жизнь. Инсайт. Возвращение. Изобретение вакцины так или иначе означает, что мы возвращаемся в жизнь. Naming virtual. От английского возвращения. Очень свежо и очень интересно. Как мы делаем, когда возвращаемся? Да и вообще, что такое возвращение? Это когда ты куда-то уехал, а потом вернулся. Но чтобы вернуться, нам нужен билет. Билет в жизнь или квиток до житя. Или life ticket. Матрица бренда. Для Маши, которая самоизоляшки, устала от самоизоляции, мы являемся билетом, предлагаем вернуться к обычной жизни. Потому что только мы можем вылечить от коронавируса. И, собственно, концепция. Вакцина продается в виде билета на самолет, а в нем таблетка. Или саше, или жвачка. Поэтому мы можем его продавать не только в аптеках, но и в туристических агентствах. Когда билет вручают покупателю, продавец говорит с возвращением. Можно покупать на подарок. Чтобы увеличить активность продаж именно нашей вакцины, можно сделать промо-розыгрыш. Тогда эти билеты вакцины по номеру вакцины становятся реально билетами. Путем лотереи. Welcome to only board. Вот. Если покупаете билет в жизнь для людей старшего поколения, например, они участвуют в розыгрыше билета в Рио, бизнесмены в Токио, Нью-Йорк, женщины в Париже. То есть, покупая, участвовав в этой лотерее, ты можешь не только защитить себя от коронавируса, но еще и при этом выиграть билеты, чтобы продолжать жизнь, наслаждаться и быть вообще тотально на позитиве, а не сидеть на самоизоляции. Вот. Ну и вот, билет в жизнь. Что мы обещаем? Что будем здоровы, мир должен стать прежним. Мы существуем для того, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Легкость, решение проблем. Как из кинофильма «Стажер». Правда, жизнь и возвращение. Я задолбался за стенку, хочу вернуться в нормальную жизнь. Вот. Борды. Непосредственно. Рутенковый итог в життя. Наступна зупынка при годы. Здесь то же самое. Вот. Наступна зупынка розваги. Наступна зупынка влюблена справа. И ридный дим. В общем, вот такая вот вторая работа, которая, видите, они совершенно уже даже на фоне третьей и второй работы, они совершенно разные и по подаче. И да, бриф у всех был один, но не было жесткого такого, что вот ваш текст, его надо оформить, или вот конкретный клиент под него надо сделать, у него до этого был продукт. Нет. То есть там таблетка, здесь билет, там подача, выбрали одну целевую аудиторию. Здесь подача, наоборот, через совершенно другой инсайт по поводу того, что хочется вернуться к тому, как было, путешествовать, а не сидеть дома. И как раз за счет вот таких вот штук очень, я, конечно, как хорошо, что я не была жюри, потому что я им не завидую, насколько 21 работа была совершенно равноплавная и с разных подходов, и это надо было все как-то самокупить, правильно оценить для того, чтобы получить классную штуку. Итак, Владимир Никоненко, поздравляю со вторым местом. Получайте подарки от ETHME, Green Energy и Megawo. Ну и что же, и теперь непосредственно переходим к работе победителю. Это та работа, которая становится чемпионом Two Hours Design Battle, версия Creative, впервые в рамках Ukrainian Creative Stories. И, собственно, это та работа, которая, ну вот, вот честно, и больше всего баллов, и попадание нескольких членов жюри как фаворита, поэтому достойное первое место. Встречайте. Ну, во-первых, начало уже располагает. Битая, шановный жюри. Вот. И здесь задача провести вакцинацию украинцев. Проблема большой процент недоверия. Решение сделать бренд и с большой вероятностью доверия к этому бренду, как бы заранее, это продукт. Шаги. Будем получать поддержку селебрити. Лесененький тюк, 4 миллиона подписчиков, готова к сотрудничеству. Сюда можно писать. Получить поддержку духовной, как бы, нашей аудитории. Потому что люди любят церковь и ей доверяют. Ну, и если церковь вакцинировать, то нельзя вакцинироваться, как и были некоторые прецеденты во время карантина, что это все заговор, то, понятное дело, что люди тогда не будут ни про какую вакцину суду. А если будут говорить наоборот, что это помощь нашему телу для того, чтобы повысить иммунитет и всякое такое, тогда да. Ну, и прикольно, что сразу есть уже прямо с Википедии определенные данные от количества верующих и какая их аудитория. Дальше. Третий шаг. Канонизировать Лесененький тюк, то есть из нее сделать определенную мать Терезу. Провозгласить, что икона защищает и, как бы, стиль Витвы Геруси. И сделать святой поход с гастролями иконы Леси. Вот такая вот история. Установить икону в местах скопления людей и сделать непосредственно саму эту икону. Люди исцеляют икону и вакцинируются. Бинго. Ну, и, собственно, или сделать просто гигиеническую помаду, которая вакцинирует при поцелуе. Спасибо. То есть очень смешно, очень с юмором, с нестандартным подходом на основании определенного инсайта, с сюром, с классной смешной подачей. Ну, и прикольно, что есть всегда запасной вариант, что если Леси вдруг не зайдет, тогда придумываем гигиеническую помаду. И всегда защищены. И даже не надо будет руки антисептиком брызгать. И от них не будет портиться кожа на наших пальцах, что тоже супер классно. А гигиеническая помада и увлажняет, и еще и защищает. И ты вообще свободен жить вечно и счастливо. Супер! Итого, Михаил Вербицкий, я поздравляю, это первое место. И, собственно, вы становитесь чемпионом батла впервые в истории. Two hours design battle по креативу в рамках Ukrainian Creative Stories. Вы получаете подарки от Eat Me Green Energy и подписку на три месяца от MIGOGO. Еще раз хочу поблагодарить вот эту вот невероятную пятерку людей, которые асы своего дела четко видят и оценивают это все. Ну и также сказать бы огромное спасибо всем участникам, которые вчера решились попробовать себя в этих рамках. Я знаю, что часть из них была даже наша постоянная бэклисты, которые именно в диджитале и в веб-дизайне хорошо, и решили себя попробовать непосредственно в новых рамках креатива. И это очень здорово, потому что мое личное мнение, что креатив – это тот навык, который можно прокачивать как в тренажерном зале. И как раз за счет таких тренировок здесь, понятное дело, все с разным опытом, все с разными подходами, но тем не менее в двух часах оно может зайти, может не зайти. По-разному бывают брифы, но тем не менее в течение двух часов ты, если натренированный, то ты можешь концентрированно выдавать вот такие вот драфтовые идеи, которые можно уже потом докручивать, и на основании этих идей разрабатывать полноценную стратегию. Поэтому два часа как раз про это, когда ты собираешься и в стрессовом режиме выдаешь свой максимум того, что можно сделать. Рада была быть частью этого невероятного движения. Смотрите дальше церемонию награждения. Я уверена, что сегодня, как сказал Максим Лазебник, мы узнаем много классных новых имен. И, собственно, Design Battle – это тоже про новые имена, когда можно заходить и участвовать. Думаю, креатив мы еще будем в формате креатива, мы его еще будем как-то по-другому пробовать. И всем крутых два дня. Спасибо большое. А победители, обращайтесь, мы с вами свяжемся, да, получите свои супер-подарочки. Каждый чемпион, кто вчера решился. Больше креатива. Всем спасибо. И снова здравствуйте. На этот раз из новой локации показать, насколько богат разными площадками офис Украинской рекламной коалиции. Наконец, мы должны же оправдать аренду, потому что, ну, март, апрель, май, толком нас здесь не было. А теперь мы по нему перемещаемся. И, в общем-то, нам в этом помогают и позволяют вообще сделать профессиональная команда из медиа-стрим, которая всю техническую часть обеспечивает и я сначала думал, вообще, как-то так по старинке, там что-нибудь мы там в зуме покажем, так как бы, как старые холостяки, что-то вот как бы мальчик дернулся и постарел. Но медиа-стрим сказал, что мы вам сделаем как бы Европу тут и вообще Билл Гейтс отдыхает. И поэтому вот у нас новая локация, вторая наша локация. Мы можем и отсюда говорить. Здесь мы и будем, в общем-то, принимать гостей там для интервью, а на первой у нас будет награждение. Награждение начнется, точнее, объявление победителей уже через там минут 15-17, в 12 часов мы объявили. Мы стараемся быть как водитель немецкого автобуса, все по расписанию. Поэтому давайте до 12 часов посмотрим просто какие-то классные рекламные ролики. Почему бы не воспользоваться синематекой Жан-Марии Бурсико, Нич Рекламожерев. Я надеюсь, что вы получили удовольствие как аналогичное тому, которое каждый раз получаю я, когда смотрю ролики из синематеки. На самом деле это было, может быть, одной из причин, почему вот все еще я в этой профессии, потому что вот есть такие ролики. И я надеюсь, что не меньшее удовольствие вы получите сейчас, когда будете смотреть на работы победителей, в данном случае нашего первого фестиваля Ukrainian Design The Very Best Of 2020. Оно будет удовольствие другого плана, но оно будет, особенно если вы профессионально занимаетесь дизайном. Итак, мы начинаем. Должна сейчас появиться, по идее, заставка. И следующее уже я могу, наверное, нажимать. Общая статистика на самом деле очень неплохая. Это еще раз повторю. Национальный конкурс. 19 городов у нас в прошлом году было 14. То есть как минимум в Украине на 5 городов с дизайнерами стало больше. У нас 201 участник, который подал 569 работ. Это немного больше даже, чем в прошлом году. Вот они все коронавирусы на наших дизайнеров не распространились. 32 у нас члена жюри из 18 стран. Я напомню вообще специфику конкурса Ukrainian Design. Ни одного украинца среди членов жюри, все члены жюри находятся у себя в своих странах, континентах и смотрят работы исключительно онлайн, никаким образом не коммуницируя с друг другом и ставят оценки, исходя из двоичного кода. Нравится или не нравится. Нравится – поставил единичку, не нравится – поставил ноль. Если 50% плюсы членов жюри поставили единички, ваша работа вошла в шорт-лист и получает звание Best Of. А если поставили все члены жюри, ну вот как бы всем понравилась работа, она получает The Very Best Of. Точнее там, где у нас 10 членов жюри, по-моему, 9 из 10 должны поставить как бы плюсик. Но если небольшое количество жюри, то все. Вот, собственно, две награды существуют в этом конкурсе. Шорт-лист – Best Of или золото – The Very Best Of. Итак, первая категория – Product Design. У нас все титры англомовны, потому что у нас члены жюри, собственно, работают на английском языке. Поэтому я буду пытаться сейчас, ну вот как-то произносить все эти имена. И представляю вам членов жюри из Product Design. Айдин Арджаманди из Арджу Design Studio, Иран. Филиппе Травис, Equinoxial Technological University, Эквадор. Rush Nandan, InDesign Media Asia Pacific, Австралия. Шенг Хунд-ли, Meet Agilab, It's Boston, Тайвань. Денис, может быть, Денис, или все-таки Денис Гайдон. Денис Гайдон, Design Studio Italy. И Петр Столарский, PSTO Design Studio, Польша. Как видите, Эквадор, Иран, Австралия, Тайвань, Италия, Поланд. И вот что они выбрали. Девять работ вошли в шорт-лист, и только одна работа понравилась всем. И мы начинаем, собственно, представлять. Итак, первая работа в шорт-листе у нас в категории Fönich Design, фабрика Дона, работа называется MIA. Архитектурная студия, роман от Адмитра Селюкиф, Rosetta Table, тоже Fönich Design. Ух тыж, у меня возникла картинка почему-то Ольги Шевченко. Тоже красивая, конечно, и вполне достойна шорт-листа. Хотя нет, победы. А вот еще одна работа, это, наверное, другая. Архитектурная студия та же. Похожа, но это вот другая работа. Rosetta Side Table. И еще одна работа, это уже кофейный столик из той же архитектурной студии, роман от Адмитра Селюкиф. И еще одна работа, Rosetta Chair, архитектурная студия, роман от Адмитра Селюкиф. Наверное, это оценивалось как серия. Вот работа иная, это участник Moodoo Design, Lava Bench. Вот такая себе скамейка. Ну, интересно. Татьяна Лермон, работа Dual. Это уже Home Interior, Product Design, Interior Decoration. Я, наверное, не буду категории произносить, желающие могут их прочитать. У нас еще впереди много работ. Мы в этом году, еще раз повторю, показываем полностью шорт-лист. Потом в конце дня вы можете все это смотреть на сайте, и у вас есть вся ваша жизнь, чтобы досмотреть ее до конца. Участник How, Céline Céline, Self Checkouts, Product Family. McKenky Unique Book, Promotion, Product Design. Смотрим ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Отличная работа, Маккенз. Заморочились вы, конечно, на славу. И сейчас у нас победитель. Вот это вот единственное «The very best of» и это… Муду Дизайн Кэп Лэмп. Муду Дизайн находится во Львове. Наши щире витания с перемогою. Это очень красивая работа, и вы единственный победитель. Витаем. Мы тем самым переходим к «Environmental Design». И здесь у нас в жюри Матеуш Адамчик, Бат Кат, может быть, Полланд. Даниэл Рочо, School of… Короче, архитектурная школа урбанизма, опять же, из Эквадора. Надеюсь, он нас не смотрит, а если смотрит, не понимает. Йонас Нордгрен, Шауман Нордгрен, архитектс из Дании. Колин Барри из United Kingdom, дженслер, наверное. И Микаэла Пиль Ольсен, Ургент Эдженси из Дании. Два датчанина. Семь работ в шорт-листе, зато четыре работа понравились всем, включая двух датчан. Итак, вот эти работы. Шорт. И первая работа «Юдин Дизайн. Италист Просека Бар». Конгратюлейшнс. Это та же… А, нет, это другая работа. Это уже пицца-паста-бар. Но «Юдин Дизайн» тот же. Участник «Хау». Дизайн Студия Офис. Тоже интерьер-дизайн. «Урбан Айдеас». Плейграунд. Это участник и работа «Плейграунд» в Сантеодоро Сквер. Где у нас это Сантеодоро Сквер? Ну, где-то есть. Участник Андрей Сокруто Воркшоп. Марсис. Это ритейл. Не знаю этого магазина, но, наверное, где-то он есть. «Хау». Был уже участник, но другая работа. Из «Экспо» дизайна. «Модерн Экспо Еврошоп 2020 павильон». Еще один «Хау». А, это он же. Это он же. Это мы смотрим ролик. «Модерн Экспо» дизайна. «Модерн Экспо» дизайна. Субтитры сделал DimaTorzok И следующая работа Аксиома Exhibition Set for Garner Organical Sunflower Oil Тут будет ролик, не будет, сейчас посмотрим Нет, зато у нас есть уже The Very Best Of И там, насколько я помню, их было четыре Или там, ну сколько-то их было Сейчас мы посмотрим Итак, Udin Design, Такава 2.0 Есть? Выходите сюда Я не знаю, как нас там будут показывать, ребята Сейчас, секундочку Ну, нас показывают, наверное Не, так мы должны же видеть картинку Такава, смотрите Вы же пришли сюда за три минуты славы А нас я не вижу на экране пока Но, надеюсь, меня слышат Ребята, давайте пока вы будете говорить Вам дали какой-то микрофон? Нет Тоже не дали А, говорите О, смотрите, нас уже показывают О, смотрите Скажите, у вас дети есть? Да, у нас есть дети Говорите У нас детей очень много Это наши родные дети Действительно, дети Люди И наши проекты тоже наши дети А, вы очень похожи между собой Мы братья, близнецы А, вы вообще ряда А, по-моему, один выше друга Нет Немножко выше Выше, или ты на платформе? Да, ну ладно Нет, а вот телефон Вот телефон, микрофон Слушайте, так приятно В такое тяжелое время вообще И вы смогли А у вас, ну, как бы Вы чувствуете тяжесть? Нет, тяжести мы не чувствуем Просто, ну, верь Это у вас Что я за прилип к этому самому? Тяжелый, тяжелый? Нет Ну, слушай Это имитация То есть, как бы Что хочется сказать? Это же все-таки The very best of Да, это золото Это вот все датчане И всех датчан За вас сказали Что это очень хорошо Супер Вообще, настолько разнопановое жюри И так как сейчас Эквадорцу понравится И датчанину Одновременно Мама дорогая Круто Да В то время, когда никто не путешествует Наша работа побывала практически по всему миру Да? Да Поэтому мы безумно благодарны Спасибо вам За то, что выбрали жюри За то, что выбрали нашу работу Мне Ну, может, не вам лично Мне, мне, конечно Мне спасибо, конечно Как там сейчас? А, так, сейчас так Да И вообще там отойдите на три метра Ладно Мы пошли Огромное спасибо Спасибо всем, да А не, микрофон можете туда где-то там А мы продолжаем Там, я не знаю Мне, наверное, нужно лайкнуть Лайкнуть Клацнуть Так У нас участники Хау Хау у нас не пришел Гриора Fruit Vegetable Retail Equipment Но Мы передадим награду Из поля чудес Прямо туда Вот пока смотрим ролик Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне понравилась хорошая работа И следующая у нас работа Это я уже на самом деле клацаю Это Starlight Media Design Bureau Евровидение 2020 Смотрим сначала ролик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И у нас есть представители Starlight Media Вот мы уже в эфире Вот ваша заслуженная награда Представьтесь и расскажите Как вы монтировали Что вы делали вообще с этой сценой? Здравствуйте! Меня зовут Михаил Я дизайн-директор Дизайн-бюро Starlight Media ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Д بع상 Вы хоть поднялись перед кризисом? У нас было дополнительное время. Если мы знаем, что рабочий день 8 часов, у нас было в распоряжении все 24 часа. Столько, сколько человек может работать, столько мы и работали. Я бы хотел отметить в этом проекте, что такого качества в таких объемах нам позволило достигнуть одна штука. Это когда клиент доверяет дизайнеру. Это очень важный момент. Это дает свободу дизайнеру творить, искать хорошие решения, качественные решения и в результате получить успех. Вообще-то да, это дорогого стоит редкая штука, когда клиент, ну собственно. Ну а вы представьтесь. Я дизайнер, дизайн-бюро и участник работы конкретно над проектом Евровидения. Один из восьми участников. Это у вас дреды настоящие? Да, настоящие можно потрогать. Хорошо, красиво, мне нравится. Поздравляем вас. Спасибо вам большое. Спасибо. И мы переходим дальше у нас. У нас там еще есть награды. Это я должен клацнуть. Сейчас я клацну. И это Solar Digital, Одесса Subway. Это концепт-дизайн. Одесса, я так понимаю, не подъехала. Ультрафиолетом вирусы свои. Но ролик мы посмотрим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая работа победила в этом конкурсе Solar Digital. Поздравляем! А мы переходим к следующей нашей номинации. Это TV Prom and Video Motion Graphics. Раньше, по-моему, это называлось Broadcast Design. Ну, anyway, мы продолжаем. И у нас жюри тоже из разных стран. Сейчас посчитаем. С шести стран. Стейнер Стейн Холм-Манковский, Creative Director из USA. Йозеф Волк из Estonia. Йозеф Волк, Толм, Estonia. Лара Эльменхорст, Motion Graphics Designer из Германии. Мартин Ринберг из Нидерландов Cortical Studios. Шитал Судхир, Динамит Дизайн, Индия. И Оксана Валентелис, Just So London, United Kingdom. Оксана из Лондона. И у нас 13 работ вошло в шорт-лист. И только одна работа понравилась абсолютно всем членам жюри, включая Оксану из Лондона. Итак, у нас наш шорт-лист. Насколько я понимаю, мы здесь будем смотреть ролики, потому что это все-таки Broadcast Design в большей степени готовы. Итак, опять Starlight Media Design Bureau, ICTV. А, портал для ICTV. Давайте так. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая работа, опять Solar Digital, Инши, ТВ-ченел. Starlight Media Design Bureau, X-Factor. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И следующая работа. Это я клацаю. Ага, это опять Starlight Media Design Bureau. Вообще-то такие впечатления, что только Starlight Media оценила наш состав жюри. Ну, не только, но в том числе. И это... Мы, по-моему, смотрели ICTV портал. Но, может быть, это что-то другое. Это, наверное, другая номинация. И, возможно, другой ролик. Так, тут тебя ждали. Твою мать. Беги, я сам отзываю. Субтитры создавал DimaTorzok Премьеры осени на ICTV. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КИНО НА ICTV. ПОВНЫЙ ДОСТУП ЦЕЕЙ ОСЕНИ ТАВСЛЕЙДДИЗАЙН А, уже не ТАВСЛЕЙДДИЗАЙН. ТС-Слэш-Ди. Эдженси. Нон-стоп-энджин. Моушн-график. ТАВСЛЕЙДДИЗАЙН 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 ТАВСЛЕЙДИЗАЙН Ещё одна прекрасная работа, как по мне. И опять... Только вот ТС-Н-Д ворвался в эту... Фактически монополию Старлайт Медиа Дизайн Бюро. Но ненадолго. Ещё раз Early Birds. И опять... А нет, опять новая номинация. Это вот Motion Graphics. Title Design and Motion. А наконец-то мы его не посмотрим. Студия 1 плюс 1. Не всё потеряно на телерынке. Есть ещё Студия 1 плюс 1. Effie Awards Ukraine 20. Потому что какой клиент. Смотрим с удовольствием. Нажим 3 плюс 4. КОНГЛИМ how are you? Продолжение следует... Удача Tree. КОНЕЦ От себя добавлю, что каждый раз вот мучительно проговаривать, вернее как мы им благодарны, конечно, но вот представлять все эти там логотипы наших партнеров, когда их много в рамках церемонии, всегда довольно скучно и для зрителей, и для ведущих. И когда вот проходят такие титры, то это, конечно, облегчение. Хотя, позволю себе еще одну ремарку, в прошлом году на этих титрах, ну вот хорошо, что хоть сейчас их посмотрят и останется на веках, люди только рассаживались, не прекращая общаться. Тогда в прошлом году это было можно, обниматься, целоваться и общаться. А вот на карантине хоть посмотрите, что вы пропустили в прошлом году на церемонии EFI Awards Ukraine. И у нас следующий участник это Solar Digital, Одесса Subway. По-моему, мы эту работу уже видели. И еще один участник у нас, ага, не только Starlight. Анастасия Борисенко, Wanderer. Студенческий проект, смотрим. За ними поют пустыни. Вспыхивают зорницы. Звезды горят над ними. Хрипры отключат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним. Ослепительно-снежным и сомнительным. Мир останется лживым. Мир останется вечно, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка, от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. Здорово, что в Украине есть талантливые студенты, которым еще интересно реклама или, как минимум, бродкаст-дизайн. И у нас, наконец, вот этот наш единственный долгожданный победитель. И это золотая награда Starlight Media Design Bureau Early Birds Typography. Смотрим. А, не, не смотрим, мы его видели. Проходите в эфир, смотрим на вас. Представьте, здравствуйте. Вот ваша награда. Наверное, так лучше смотреть. Отлично. Так, куда смотрим? Туда, туда. А, смотрите, куда хотите. Спасибо, спасибо. Меня зовут Александр. Я креативный директор группы ТВ-брендов Starlight Bureau. Starlight Media Design Bureau. Да, что вам рассказать? Как мы сделали эту замечательную работу? Интересную. Что угодно расскажите. Как ваша сотрудница? Дредды делали? Хоть что-нибудь расскажите. Не знаю. Не знаю. Не буду рассказывать про дредды. Дредды это все классно, все хорошо. Ну, что они хорошо. Спасибо, да, во-первых, за награду. Отлично. Очень приятно ее получить. Спасибо всем ребятам, кто участвовал в создании этой работы. Очень крутой, очень крутой кейс получился. Огромный. Победили мы с таким маленьким, с маленьким, да, моментиком. А на самом деле кейс очень-очень огромный. И, в принципе, в шорт-ли-славе мы… Но вы много там получили наград, да. Получили, да. Вот. И очень такая обширная, обширная работа была. И все это началось еще на моменте, когда только-только создавался сериал. И как-то вот к нам приехали ребята из продакшена, сказали, давайте делать, давайте заниматься классными вещами, давайте делать открывающие титры к сериалам. Ну, собственно, к сериалу конкретному. Первый, проще ластевки. Вот. И начали делать. И как-то оно у нас все так закрутилось, завертелось. Огромный-огромный коллектив участвовал в и диджитал направлении нового канала, и пресс-служба, и, в общем, весь маркетинг был задействован. Промо-отдел. В общем, все дизайнеры, которых могли задействовать, задействовали. И вот получился продукт, ну, как по мне, очень-очень крутой на рынке Украины. Ну, вот просто и сериал классный получился, и продукт наш, который мы сделали, очень крутой. Поэтому, ну, не знаю, что добавить. Спасибо. Поздравляю вас с заслуженной победой. Вы можете присоединиться к вашим коллегам. Спасибо. На этом мы эту категорию, как я понимаю, закончили. У нас же было одно золото, и посмотрим, что у нас там на заставочке будет. Спасибо большое. Если не будет на заставочке, то вообще у меня по лайнапу, по-моему, я должен что-то объявить. Я сейчас подсмотрю. Мы на новой локации. У нас Елена Мартынова, директор по маркетингу Starlight Media. И первый вопрос, Лена, меня всегда интересовал. Ты была директором по маркетингу в другой телевизионной группе, сейчас в этой. А, до этого же у Ложкина украинском медиахолдинге была директором по маркетингу. Я примерно представляю, что делает маркетинг в компаниях, ну, я не знаю, коммерческих, назовем так. Чем занимается директор по маркетингу в телевизионных каналах при живых продажниках, там, вареницы, портыки? Чего ты продаешь или чем ты вообще занимаешься? Во-первых, здравствуйте. И хочу, с одной стороны, сказать большое спасибо, Максим, тебе и твоей команде за то, что в такой сложный период времени вы все равно порадовали творцов таким вот волшебным моментом благодарности за их работу, внимание к их работам, да. И хочу поздравить всех, кто сегодня будет получать награды, всех, кто участвовал. И, конечно, конечно же, и свою команду, которая только что, в общем, в руках... Кучу наград. Да, получила кучу наград, и, да, и мы рады, что дипломчиком на смену пришла статуэтка, и, в общем, я считаю, что все, вы можете повышать стоимость за участие. Ну, не будет столько студентов или, там, дизайн-студии, особенно с завода. Да, мы специально для Starlight Media повысим, я думаю. Ну, и Starlight Media с удовольствием всегда поддержит любые индустриальные начинания, которые развивают креативную индустрию, потому что медиа – это, скажем, сердце медиа – это креатив, и для нас важно, чтобы и наша компания развивалась, и рынок развивался, и наши рекламодатели, наши партнеры развивались, и страна занимала свое место в креативной карте мира и Европы. Если вернуться к нам в офисы и отвечать на твой вопрос, у медиа, неважно, это телевидение, пресса, радио, диджитал, да, медиа – это тут бизнес, который работает фактически одновременно на двух рынках, то есть контентная часть, брендовая часть, как правило, отвечает за консюмерский рынок, за то, чтобы телевидение смотрели телезрители, газеты покупали, читатели и пользователи регистрировались, лайкали и так далее, а коммерческие отделы отвечают за то, чтобы рекламодателям потом перепродавалась эта аудитория. И, как правило, маркетинг в медийных компаниях отвечает прежде всего за ту, за консюмерскую часть, за то, чтобы наши бренды были известны, их любили, их как можно чаще потребляли, и как можно дольше с ними оставался контакт, да. Но для нас сильно важно, чтобы все, что мы делаем в аудиторной части, имело смысл для бизнеса, имело смысл для наших коммерсантов, потому что фактически и они в том числе дают нам рамку того, что на рынке востребовано, какая аудитория востребована, на что больше спроса, на что меньше спроса. И поэтому это плотное всегда взаимодействие обязательно. Но это именно маркетинг, то есть, как бы, да, не пиар, вот, ну, как бы, чем пиар-директор телеканала занимается? Пиар-директор телеканала занимается? Пиар-директор? Ну, или там, ТВ-группы, там, вот чем занимается? Чем отличается, у меня жена, если ты помнишь, там, лет, сколько-то там, 10 назад, она была там пиар-директором на телеканале, и вот, и она занималась примерно тем, что ты сейчас рассказываешь. Чем занимается, в чем отличие маркетинга от пиара? Ну, да, директор по, ну, пиар-директор телеканала, он же должен, ну, как бы, извините за тавтологию, пиарить свои проекты, в смысле, как продукты. Как правило, функция пиар-директора входит в формирование общественного мнения, общение с опинион-лидерами, общение со СМИ, и работа с своими собственными носителями, там, сайт, сошел-мидиа, хотя по-разному в разных компаниях строятся эти отделы, и, ну, правил, как бы, нет, все сильно зависит от задачи, от бренда, от команды, вот, от конкуренции в том числе, да, но, ну, как правило, пиар – это управление взаимоотношениями. Маркетинг шире, ну, как правило, пиар – это, отвечает за часть маркетинговых задач, да, в маркетинге есть самый главный блок – это стратегия брендов, позиционирование брендов, развитие брендов, и есть блок креатива, дизайн-бюро, часть нашей маркетинговой команды, да, и есть промо-команды, это те, которые, если вот не по-медийному, те, которые занимаются рекламированием продуктов. Я сейчас, ну, не для учебника, что я спрашиваю, да, чем там пиар-директора маркетинга отличается. Я имел в виду, вот, у меня там последние, там, может быть, несколько лет, особенно, когда у вас там началась реорганизация, когда вот, там, определенные кадровые были изменения, и, то есть, как бы, я прекратил понимать, кто у вас там вообще decision-maker там на каких-то вопросах, как бы, да, ну, с кем мне там дело иметь, вот, про все вот эти, вот, петрынку всего там креативного движения. Смотри, во-первых, Starlight Media открытая, и компания, для которой принцип партнерства один из, ну, целевых, и так далее, поэтому ты можешь позвонить любому. Я говорю, кто, как я говорю, любого, да? Ты можешь позвонить любому, задать вопрос, и... Минуточку, у меня бюджета нет, я за чистое небо, и я за, там, за Прозора, против пиратов. Я говорю, я тоже против пиратов. Смотри, ты всегда можешь позвонить мне, и всегда можешь позвонить Кате Натачи, это наш chief reputation officer, который занимается вопросами репутационных программ компании. Также у Ocean Media, это не подразделение Starlight Media, но наша партнерская компания, есть Женя Зуева, который занимается пиаром и маркетингом. Вы друг на друга только киваете, а там в результате никто ничего не решает. Что ты хочешь, чтобы мы решили? Не, ну, тогда было вот, как бы, там, разговор, там, меня, ну, как бы, там, в пинг-понг со мной играла, ты с Зуевой, и, там, периодически возникал еще Коля Фейнгольд, который, как бы, то есть, мы сыграли в этот, там, в пинг-понг, и, ну, как бы, в результате так я ничего и не понял. Вот, но, окей, по, вот, возвращаясь, ну, как бы, там, к дизайну, там, из Starlight Media Design Bureau, вы обслуживаете, фактически, только собственные проекты? То есть, это такой ин-хаус или у вас, ну, то есть, как бы, есть некий, ну, условный, там, как бы, возможность или, там, потенциал брать клиентов со стороны? Мы работаем с, прежде всего, с маркетинговыми и производственными задачами компании, то есть, это брендинг, коммуникация и пост-продакшн для нашего продакшна, и мы активно работаем с коммерческими брендами, которые интегрируются в нашу коммуникацию. И зачастую мы, ну, тот инструмент, который мы для них делаем, он, в том числе, может применяться брендами не только в наших интеграциях, да, как бы, но и в их коммуникациях, да. Поэтому основной, основной наш ресурс – это внутренние клиенты, ну, внутренние задачи и коммерческие клиенты компании. Понятно. Я спросил тоже непраздный интерес. Знаешь, мы делаем, там, рейтинг коммуникационных агентств. Да, знаю. И Starlight Media набрал достаточно много, ну, как бы, баллов, в том числе, вот сейчас, на конкурсе, там, Ukrainian Design. И на, вот, в этом, в общем, в общем ранкинге вы будете, там, фигурировать вместе с, там, коммуникационными агентствами, я не знаю. И, ну, как бы, то есть, это правильно, да, ну, то есть, как бы, не надо вас вычеркивать. Не надо нас вычеркивать. Ну, я имею в виду, ну, чтобы не было такого, знаешь, то есть, как бы, скажем, Ocean Media, если мы говорим так, я в рейтинг медиа агентств по биллингам в жизни не вставлю. Ну, понятно. То есть, потому что это разные вещи. А вот Starlight Media Design Bureau в креативный рейтинг я вставляю. Мы, да, основной наш фокус, это, еще раз повторюсь, это наши in-house задачи, но в рамках компании мы работаем с большим количеством. У нас в прошлом году было порядка, там, 50, по-моему, кейсов с коммерческими клиентами. И мы, да, мы не только руки для них, мы очень часто для них и креатив, да. Иногда мы работаем вместе с их креативными агентствами, да, которые ведут бренд, и мы просто занимаемся адаптациями. Если у клиента нет креативного агентства, мы в задачи интеграции выполняем эту функцию, то есть, в принципе, мы работаем с рынком. Спасибо, тогда мы должны быть в рейтинге. Спасибо, Лена, что пришла, ну, как бы, мы на расстоянии, целоваться не будем, вот, но, собственно, на этом в интервью все, а сейчас у нас блок-сторис от агентств, прежде чем мы перейдем к другому награждению. Смотрите сторис от участников индустрии. Давным-давно в далекій-далекій галактиці кто-то из прадавних british people, ну, скорее всего, это был протогерманиц, но сейчас не настолько это важно, совсем несподеванно для себя или для своих ближних, сказал слово... Трандиана. Тобто, трендец, нашими словами. В этот раз он смотрел на что-то, что крутилось. И, наконец-то, им это понравилось. Дуже понравилось. Настільки сподобалось, що навіть протоголандці своє коло почало називати тренд. Пізніше, уже точно, british people нам яч казали тринде. Шли роки, століття навіть, а воно все крутилося, і крутилося, і крутилося, і крутилося, і крутилося. Потім цим словом стало вызовати багато чого, що відхиляється, повертається, ходить, так би мовити, наліво. Непомітно та раптово, ну, протягом 200 років, тренд став означати напрямок. Несподівано, але для братанців це good. Бо напрямок є важливим для курсу. Він відхиляється, виляє боками, повертає, як п'яний дядько на весіллі. Тренд безпосередньо означає точку заземлення, до якої, вірогідний Степан, може дійти. Тобто, тренд – це корпускулярне втілення концепту гіперреального вектора, точки якого, знаходячись у площині ідеології піснього капіталізму, перетворюється на координати парадигми он-геон, яка у свою чергу бла-бла-бла... Статика може бути, але нехай вона рухається. Хоч трішки. А ще краще – на повномінці. Наступний глобальний тренд – моушін-графікс. Пам'ятаєте Архімеда? Ну, того бородатого чувака, який кричав римському солдатові «Не чіпай мої фігури!» Так от, зараз усе навпаки. Будь ласка, порухайте мої речі! Рух – це життя. А де немає життя? Там немає грошей. А де немає грошей? Там немає капіталізму. Де немає капіталізму? Там немає реклами. І ось так, за пару речень, цей виступ перетворився на Коан про особливості комунікації дизайнер-клієнт. Окей, повернемось до моушину. Це дорого, довго і не завжди потрібно. Трендово, бо ніхто у дворі не буде із вами гратися, якщо на сайті компанії у шапці геометрія не буде робити… Тренди вони такі. Жорстокі. Яскраві та спокусливі, як Південна Корея, і непримиренні та замкнені, як Північна. До речі, якщо у дизайнера виникає бажання домалювати вашому продуктові очі і руки, запросити актора озвучки та найняти цілу команду для наступної кампанії, де цей продукт буде розповідати про свої переваги, звільніть цього дизайнера негайно. Це, скоріше за все, самозванець із студії Pixar. Вже зараз важко уявити собі студію, в якій немає хоча б одного моушн-дизайнера, а ще краще кількох. І, здається, це лише початок. До речі, остання історія іграшоп. Найміть його іще раз і звільніть, хай знає. Це все. Це професіональне рекламне видео. Кто хочеть стати рекламистом? У нас в гостях... Мільйонером. Мільйонером или рекламистом. Одно і то же, да? У нас в гостях Владимир Кобец. Крекціон, директор агентства Digital Chain. Ви сьогодні будете отвечати на 4 вопроса. 4 очень сложных вопроса. Два менее сложные і два очень сложные. Я готов. Я люблю вызови, сложности і поспать. Владимир, ви готовы к первому вопросу? В якому городі снимали ролик с Коннором Агрегором? Варианты ответов. А. Берлин. В. Дублин. В. С. Киев. В. Д. Полтава. Этот ролик мы снимали сразу в двух городах. И в Киеве, и часть в Дублине. Правильный ответ. И то, и то. Но скажем, Дублин. Потому что это родной город Коннора. Он не особо хотел лететь в Киев, если честно. Потому что все знают ситуацию, которая проходит в нашей стране. Не самую светлую. И нам пришлось приложить много усилий, чтобы это все организовать. Но когда он приехал, у меня не поменялось? Да. Он был просто воудушевлен. Он был обескуражен количеством рекламы. Мы, когда его провозили по центру города, он говорил, что, может быть, я стану вашим президентом. Потому что я везде. Скажите, сколько дней длился процесс продакшен этого ролика? Часов 8. Вариант А. Часов 8. Вариант Б. 132 дня. Вариант С. 55 секунд. Вариант Д. 210 дней. Правильный ответ. Больше 4 месяцев. Если брать по вариантам, то это вариант Б. Очень сложный пост продакшен в нашем большом ролике. У нас там были и гориллы с татуировками, и крокодилы. Ну, гориллы, извините, не животное, а спецэффекты. Ну, это все мы делали, да, в 3D графике, да, фламинго рисовались с нуля, гориллы, и было очень много постовых кадров, поэтому продакшен процесс был длительным. Но мы знаем, как это делать, мы знаем, что такое персональный CGI, и мы знаем, с кем лучше это делать и как. Так, мы подошли к третьему вопросу. В студии, где снимался ролик с Коннором, до этого снимали некий сериал. Вариант А. Фарго. Вариант Б. Секс в большом городе. Вариант С. Викинги. И вариант Д. Сваты. Правильный ответ. Какой там Б, С, С. С. Я подсказал. Викинги. Это было вообще... Ну, я обожаю этот сериал. И мы, когда приехали на первое освоение, там... Пресс-румы, раздевалки, заполнены фотографиями. Ты все осталось. Рогнира, Лотброка, да. И много-много-много сцен, которые, ну, были... Ну, более CGI-ни, это студия заточена под компьютерную графику, везде все в рирах, в зеленках, в кранах. Там снимался сериал Викинги, да. И это прям так воодушевляло, что ты понимал, что нет ни малейшего шанса вообще сделать что-то не так. Это и потом и помогло, на самом деле, работе со звездой. Потому что, работая со звездами, нужно учитывать очень много всяких моментов дипломатических, психологических. Съемочный процесс – это только часть айсберга. Вернее, его середина. Еще огромный кусок – это пре-продакшн работы. Мы сразу увидели, как Конор, Селеб, реагирует на определенные кадры. Потому что мы, ну, прям покадровку не утверждали. Мы утвердили весь концепт. Потому что, работая со звездами, нужно... Ему неинтересна мелочь, ему неинтересны процедурные какие-то вещи. Ему интересно весь заангажировать его внимание крутостью будущего продукта. Но поведение на площадке, ты же не можешь предугадать звезды, да? Он просто перегорал. Ему переставало быть интересно. И он все, он уже, ну, два дубля, и все. Он затухал, куда-то смотрел по сторонам. И Саймон говорит, быстро давай менять кадры местами, по шутинг-плану. Мы с линейным продюсером это все перекрутили, чтобы ангажировать его внимание. И это говорит о чем? О том, что работая с селебрити, работая с спорт-маркетингом, и никому не скажешь, так, давайте сейчас работаем на камеру 4 часа. Нет, они не это умеют делать. И нужно находить каждый раз какие-то интересные подходы, интересные способы ангажировать их внимание. Какой фрукт не любит Майк Тайсон? А. Абрикос. Б. Банан. Банан. А, Б, В. Клубнику, так? С. Арбуз. И Д. Яблоко. Майк Тайсон. Не то, что не любит. Он очень странно отреагировал на кадр, на сцену с арбузом. Значит, кадр. Майк, возьми, пожалуйста, арбуз, откуси его смачно на камеру. Целый? Да, вот такая долька арбуза. Там был сюжет, что он должен был откусить батон, откусить арбуз, съесть наших семечек. И он такой... А, бак. Такой смотрит по сторонам, где его продюсер. А у него продюсер его жена. Оказывается, давно-давно в Америке всех негритосиков, темненьких детишек, их рисовали всегда с арбузами. Это было как уже такой визуальный образ рабства. До чистой воды расизма оказался. Чувак приехал в другую страну. Типа намек такой, знаешь, знай свое место, темный парень. Вот, ну, удалось все узнать. Ну, мы объяснили, все нормально, он понял, да, что это? И этот вывод уже на дальнейшем дает тебе такой классный опыт, еще лучше готовиться. Да. То сколько бы ты ни готовился, все равно будет, ты должен иметь план Б. Что мы сняли? Вместо быстро арбуза уделить негативную реакцию. Говорю, давай быстро забираем воду, 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 что-нибудь, что... Берем бутылку Моршинской, срываем этикетку. Майк, просто выпей воды на... И, по сути, реагируем в ролик, да, в ролик финальный пошел кадр, где он пьет воду, и улыбается, и все классно. Владимир, спасибо, что ответили на все вопросы, было приятно. Это все? А биллион? Миллион? Мы же рекламист, вы рекламистом стали. А, точно, миллион есть. Уважаем, лайком, наверное. Спасибо. 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 Наверное, я никого не удивлю, если скажу, что хочу поговорить о новых правилах игры, которые все мы приняли в рамках коронавируса. Пару месяцев изменили нашу реальность и привели к тому, что весь контент упрощается максимально. Мировой глянец снимает обложки через Zoom. Мировые лидеры, актеры снимают видеоконтент из дому с минимальной техникой. Концерт Fortnite прошел, три мировых известных диджея выступали из дому, и сзади у них был фон в виде космоса, который сейчас можно подставить в любом, не знаю, в Инстаграме. Ну и Pepsi проводили свой Global Citizen концерт, где такие мировые звезды, как Lady Gaga выступали из дому. Все это ведет к тому, что формат упрощается, и сам контент выходит на первое место, а не антураж, который его создавал. Что это значит для нас как агентств? За всех говорить не могу, могу сказать, что произошло у нас. Естественно, брифы стали приходить с минимальными сроками, нам пришлось максимально ускориться. Те задачи, которые раньше у нас уходило на них где-то недели две минимум, сейчас делаются максимум за пять дней. И все это приводит к тому, что клиенты не ждут высококачественный экзекьюшн, потому что сказанное вовремя намного лучше, чем сказано красиво. Но, разумеется, быстрее и в сжатые сроки еще ведет к тому, что это будет дешевле, потому что денег стало меньше, и все хотят выжать максимум из того, что осталось. И это не нытье, а факт, который придется принять, потому что все упрощается ради скорости. И чтобы подстроиться к новой реальности, необходимо, конечно же, менять процесс внутри агентства. Первое, чего это коснулось, это project management. Теперь мы общаемся с клиентом каждый день. Наверное, это единственное, за что хочется сказать спасибо коронавирусу, потому что проекты делаются быстрее, качественнее, потому что мы не теряем контакт. Раньше это было как? Мы получили вводные и связывались с клиентом в конце двухнедельного спринта, когда у нас есть креативная идея. Никогда бы не подумала, что все эти вещи, о которых рассказывал маркетинг-директор Burger King на фестивалях, что клиенты хорошие должны жить половину своего рабочего дня в агентстве, станут реальностью. Судя по тому, сколько мы созваниваемся с клиентами в Zoom, сколько мы тратим на переговоры времени, то съехались мы надолго. И весь этот бешеный ритм приводит к тому, что мы делаем проекты быстрее. Наверное, самый яркий проект, это проект, где был крупный ритейлер, Фуршет, где был Бог, и 7 дней от момента брифа до запуска видеоролика уже с ценной сети, это был проект на Пасху. Христос воскресе и смерть, смерть и смерть поправ. Также по Pepsi мы, наверное, одни из первых, кто запустил блогерские баттлы и дуэт-интервью с первой недели карантина. Ну и потом, конечно же, этот формат доминировал последующие два месяца. Ну и создание полугодовой стратегии за пять дней для бренда Pepsi, это тоже был тот еще челлендж. Но, к сожалению, все мои работы в этой реальности, и это теперь норма. Ну и помимо сроков, конечно же, остается конкуренция. Голодных стало больше, бизнес, в отличие от сотрудников за карантин, похудел и стал энергичней, поэтому уже ничего не спасают даже подписанные годовые контракты. Так как сейчас клиенты отправляют брифы всем своим стратегическим партнерам, и те, кто предложил лучшие условия по деньгам и более оперативные сроки, те и берут проекты и выполняют их. Ну и понятное дело, что новая реальность – это не только классные проекты, мы быстро все делаем. Конечно же, есть и темная сторона медали. Это переработки, это работки на выходных, это выгорание. И мы и клиенты работаем сейчас на грани своих возможностей. И понятное дело, что так бесконечно продолжаться не может. Вслед за карантином будет что-то новое, форматы будут меняться. Но то, что сейчас происходит, мне кажется, укоренится у клиентов в голове. То, что можно делать дешевле, быстрее, и качество контента все равно получает свой отклик. Но вот такая вот у нас новая реальность. Отрицать ее бессмысленно, поэтому мы принимаем правила. Ну и продолжаем работать и оставаться на связи. Можно в патчах. Можно стики с доставкой. Можно затестить безкоштовно. Можно залишаться дома. Айкос. 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 Где. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выживают не все, но выживают те, которые просто выполняют одну вещь. Своё тело приносят к нам на занятия. Ничего лишнего. Если вы человек, который владеете английским языком, то ваша зарплата в среднем на 30% больше. Если вы изучаете английский язык больше, чем двух лет, это значит, что кто-то из вас вытягивает деньги. Мы любим говорить, мы работаем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И приготовьтесь к диджитал дизайну. Там будет что посмотреть. И напомню, что впервые в истории мы никогда толком... Ну, такое количество шорт-листов, особенно когда там есть ролики, мы не показывали. Когда ты сидишь в зале, и у тебя один час, полтора часа до фуршета, ну, сидеть, смотреть, да еще аплодировать чужому успеху, это невыносимо для украинского рекламиста. Поэтому, ну, вот как бы мы старались шорт-листы так как бы там быстро пролистывать. И вот впервые мы показываем их полностью, благодаря новому формату. Вообще, когда мы говорим про, ну, вот как бы текущее время, и кто-то сравнивает, скорее бы это кончилось, или как-то там это будет по-новому, жизнь вернется или не вернется. На самом деле я воспринимаю все это, ну, вот как бы мне интересно. Потому что как-то мы жили до этого вот в одном формате. Сейчас живем в другом формате. Просто по-другому живем. Потом будем жить по третьему формату или еще по какому-то. Живите, живите сегодняшним днем. Ловите момент и радуйтесь вместе с нашими победителями. Мы переходим к конкурсу Digital Design. Сейчас должна возникнуть заставка, а я должен выйти из кадра, наконец, чтобы прочитать, кто же у нас в жюри. В жюри у нас Think Design. Из Индии Харри Налан. Тэми Джейс. Давайте так прочту ее. Сервис план Германия. Эмиль Хёрдкер Кьомс. Даккартен Партнерс Денмарк. Я не знаю, как правильно я читаю эти фамилии, но я думаю, что Павел Вржещ, обучаясь в Стэнфорде, слышал столько интерпретаций своей непроизносимой фамилии Вржещ, что Эмиль Хёрдкер Кьомс меня простит точно. Мальте Груль, дизайн-директор USA. И Кристиан Шмидт, креатив-менеджер из Эстонии. Итак, у нас 52 работы, мы сейчас будем смотреть в шорте, а потом у нас будет 10 золотых наград. Еще раз говорю, приготовьтесь к марафону. Везем юман пиво. А, умань пиво, чего же я мучаюсь? Умань пиво, везем. А, слава богу, здесь только картинки. Mavericks Agency. Mavericks Agency. Поздравления. А, вот смотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! поздравление mavericks agency и у нас следующая работа иван выщепан дай бог чтобы я прочел это мэри а мэри фреш косметикс все это просто написано одним словом web meal design village фестиваль 2019 есть и такой фестиваль не слышал твит креатив студия работа комбо бомба комбо бомба нетрикс модерн платформ мэри фреш косметикс Поздравление Нетриксу, и мы переходим к следующей работе. Олег Петрунчак Фисенко, 23.59. Веду Продакт Дизайн Агенси, Мила. Рипс, Зик Зак. Рипс, Кис. Илья Кульбачный, Илья Кульбачный, Creative Director. Наше поздравление, Илья, и следующая работа опять Илья Кульбачный. Умами Вэр. Ексагон, JKR. Вивид Агенси, Модерный вебсайт для модернской компании. Сев Диджитал, вебсайт, обаут вебсайт. Илья Кульбачный, Илья Курбачный, илья Кульбачный, илья Кульбачный, икл. Субтитры сделал DimaTorzok Я напомню, что все работы, которые мы сейчас смотрим, они будут выложены навсегда, кроме как на сайт, так еще это видео можно будет смотреть в любое время, когда вы захотите. Мы переходим к следующей работе. Субтитры сделал DimaTorzok Калф, скажем так, хотя, по-моему, это искорее кайф, но окей. Sev Digital, live website for Живинка йогурт. Live sounds like Живы, in Ukrainian language. Живинка is a local Ukrainian brand produced by Danone. Живинка is a healthy and delicious йогурт that are a source of vitality, in other words, microflora. Our task was to create a digital source of information, which discloses what microflora is, how it is beneficial, and in which way the use of Живинка products improves the quality of human life. As input, the Danone team sent us a lot of boring, scientific information, similar to a section from a human anatomy textbook. We realized that it was a bad idea to display scientific treatises on the website, so we took a number of steps to make this information understandable. Firstly, we drew the character of Mr. Goat Bacterium. His role is to be a storyteller and a guide to the world of microflora. Secondly, we have created a whole world of living microflora, which is discussed on the website. Thirdly, we developed our own item pack, visualizing the main points. All these components form the basis of a user-friendly website of Живинка йогурts. As a result, we created a website, on which the user, in a matter of seconds, received all the useful information about the microflora and gets to know the brand's product line. Our greetings to the company Irina Murchtino. And we are moving to the next one. This is a work on Solar Digital website for officially headquarters of Odessa versus COVID-19. Another project for Solar Digital. А из Де Групп Мюзиумов Эксептенс. Ничего не происходит. Все выключилось навсегда. Ничего не произошло у меня во всяком случае на экране. Ну, значит, мы переходим к следующему, наверное. Еще раз. Это или это другая работа, или это еще раз. Я не знаю, что мне нужно клацнуть. Ага, вот пошло видео, которое идет 5 минут, как мне сказали. Поэтому загрузка. Увимкните звук. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В этом режиме на церемонии показывать такие ролики. Поэтому, ну вот, как бы, Виктор Шкурба должен сказать спасибо коронавирусу хотя бы за это. «First is the last L.eqb» «The first is the last L.e.q.b.» Возможно, это не аббревиатура, но я увидел это так. «The first is the last – мозги entertainment» «The first the last – home cult» «Домашний культ». как-нибудь так винтаж гузема наше поздравление винтажу и на этом не прекращаются потому что 11 зергал 11 mirrors и еще раз винтаж а мы смотрелись утром но несколько другой был дизайн 2 hours design battle винтаж бизнес дия не очень это же дия просто винтаж дизайн игра иван выщипан а это та самая мария fresh cosmetics обус-эдженси яро флешер или яро флешер обус-эдженси обус-эдженси обус Наше поздравление. И следующая работа у нас. Гексагон. 24 принт. 24 принт. Девиан. Strategy boards. Game strategy planner for e-sportsmen. Lazaref Agency. Happiness. Мне нравятся такие названия. Lazaref, happiness. Не ломаешь язык. Lazaref Agency. Greenland. Lazaref Agency. Я люблю вас практически. Xiaomi. ISD Group. Museum of Acceptance. Мы смотрели эти 5 минут. Надеюсь, в этот раз мы обойдемся картинкой. Илона Ким. Укрпочта. Мобильное приложение. Rips. Green Sea App. Сай. Ча. Раппочта. Глубко. Илона Ким. Глядь. Трябre. Продолжение следует... 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 Ну, anyway, наше поздравление. И вот IC Design Group, музей креативности в категории Experience Design. Смотрим ролик. Ваш шлях починається з трансформації. Ви стаєте ідеєю, коли об'єднуєте інші думки навколо себе і формуєте тіло ідеї. Щоб знайти свій шлях у креативній свідомості, сформована ідея має позбавитися огріхів та повірити у свої сили. Це їй допомагає зробити креативний проповідник. Чим сильніша ідея, тим сильніша відповідна реакція критиків. Витримати цей удар негативних думок зможуть лише ідеї зі сталевим характером. Навіть витримавши натиск критичних зауважень, ідея продовжує сумніватися у своїх силих. Відчути розрив між двома емоційними станами допомагає гойдалка сумнівів. Не дивлячись на сумніви чи критику, кожну ідею буде тепло прийнято у кімнаті підтримки та любові. Так думка стає ідеєю всередині музею. Так думка стає ідеєю в голові у віті. Дякую за перегляд! Ви голову разбили, але вона живе в серцях. А хто знає мої плани? Хто сказав, що я должен был спросити? Я взагалі не збирався. Мені взагалі не інтересно, що ви зробили з головою і розбили. А вот тепер, 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 тепер. Тепер я знаю, я теж невольно знаю. Взагалі мені було не інтересно, що в голові у віті, що ви зробили з його головою. Я просто стояв в очереди час, наверное, на вход, щоб війти в голову у віті. Несмотря на своє служебне положення, стояв, як Борис Джонсон в очереди в британське метро. Стояв абсолютно... Як вдалося? Были те, які не попали? Це популярність конкретно шкурби? Или желання людей узнать, що ми зробимо з головою? Или на шариках і з соска там що-то попити? Я, кстати, так і не пив, що там в сосці було. Я, к сожалению, я тоже. Я бы дуже хотела узнать. Ви не достоялись. Да, я не достоялись. Ми вообще туда не пустили. Скажіть, що не достоялись. Така наша судьба. Спасибо, наше поздравление. А у нас, собственно, на этом конкурс Digital Design подошел к завершению. І у нас є ще студенти, нам сказали. І студенти ми будемо... Ха, а я так говорю, вже конец. А ще є студенти. Але студенти, вони включитися на цьому моменті. А є студент дизайн Тетяна Демакина. Дрим. Которая поздравляється, але в студії її немає. Але ролик ми смотрим. Поздравление студентам. І у нас є ще є Маргарита Жукова. Stranger on the subway. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Поздравление, Маргарита. І вот тепері закончився конкурс дизайна Digital. І у нас є пауза для того, щоб к нам пришли победителі графічного дизайна. А ми поки смотрим видеосторис від агентств. До встречи. Субтитрувальниця Оля Шор Я руководитель команди цифрового контента Ностер Коммуникейшнс Групп. І сьогодні ми обсудим с вами контент-маркетинг як глобальну екосистему. Прежде чем начать, важне разобратися, що ми закладываем в понятие контента. І несмотря на то, що в переводі з англійського слово «контент» означає «содержання», в рамках профессионального маркетинга под контентом мы подразумеваем совокупность текстовых, визуальных, графических, аудио- і видеоматериалів, которые созданы с целью решить определенные задачи бренда или компании. Ранее было принято называть контентом только наполнение сайтов или соцсетей. Однако сегодня мы живем в омниканальной плоскости. И важно стремиться к омниканальности как к целостной стратегии коммуникации с потребителем. И исходя из этого, формируется новое понимание контента. Сегодня контент – это любое проявление вашего бренда, будь то размещение на ТВ, выход на радио или out of home, или даже пост на страничке блогера. Но что же такое контент-маркетинг? Самое простое понимание контент-маркетинга – это создание и продвижение контента, который имеет определенную самостоятельную ценность для вашего потребителя. Здесь нужно сделать акцент, что самое важное – это самостоятельная ценность, поскольку в вакууме просто сухое рекламное сообщение для потребителя ценности никакой не несет. В контент-маркетинге мы избегаем линейной рекламы, говорим о том, что людям интересно, полезно, иногда смешно, и таким образом мы формируем роль контента. То есть это то, контент – это то, что формирует эмоциональные связи аудитории с вашей компанией или продуктом. К сожалению, сегодня многие компании и бренды используют контент-маркетинг в мультиканальной плоскости. То есть ролик крутится на телевидении один, SMM-стратегия другая, рич-контент на маркетплейсах оформлен самим маркетплейсом, а пиар-выходы создаются людьми, незнакомыми с актуальной маркетинговой стратегией компании в целом. И бренд как бы и присутствует во всех актуальных каналах коммуникации, активность тоже есть, но на самом деле тональность тематики, отсутствие конвы сообщений пугает и путает потребителя, который никак не линкует это все с одной компанией и коммуникацией. Возникает вопрос, как же создать качественную экосистему маркетинга? Здесь стоит выделить три пункта. В первую очередь, важно держать фокус на единой задаче вашего бизнеса. Самая распространенная проблема маркетинг-команд это потеря первичной цели в ходе согласования контент-материалов и разных единиц контента уже при реализации кампаний. На общую стратегию брифуются, как правило, одно агентство. Под создание ТВ-ролика привлекается другое. Диджитал отдается в третьи руки. И в ходе брифинга и обсуждения с каждой из этих команд немножко теряется суть и интерпретируется изначальный посыл. И на самом деле это нормально, потому что все мы люди со своим восприятием, со своим инфополем. В этом нет ничего криминального и минимальные диверсификации допустимы. Однако ключевая мысль, тональность, тематики должны выдерживаться согласно решению изначальной бизнес-задачи. Это самый важный пункт. Второй момент в целом звучит, наверное, как жизненная кредо, но мы говорим о контент-маркетинге, поэтому зафиксируем в этой плоскости. Количество не приравнивается к качеству. Это распространяется не только на контент, но и на подбор каналов коммуникаций. Конечно, лучше работать с инструментами, в которых вы уверены, но не бояться пробовать новые форматы, при этом не сливая все ваши маркетинговые бюджеты в хайп. Важно держать в фокусе несколько каналов, а привлекая какие-то новые, думать и планировать в долгосрочной перспективе. Не бойтесь задавать вопрос команде проекта, а что мы будем делать с этим роликом, YouTube-каналом, ключевым сообщением через год. Это поможет вам держать долгосрочную коммуникацию и не размыливаться, не размениваться на разное ответвление проявления одного и того же сообщения. Третий момент. Самый сложный для маркетинга команд, но стоит взять себя в ручки и постараться минимизировать количество согласовывающих контент на всех этапах. 100-500 человек в цепочке согласования еще никогда не сходились в едином мнении относительно бренд-контента. Четкое и конкретное видение решения задачи бизнеса без субъективных оценок, вставок, правок, неконструктивных комментариев это залог качественной слаженной работы экосистемы. Конечно, все контент-специалисты обожают эту фразу. Мы тут в офисе поспрашивали. На самом деле, я не советую так делать, потому что это медвежья услуга вам от ваших коллег, в результате которой вы как маркетинг-специалист скорее всего просто получите сборную солянку всех хотелок, которые никак не будут мэтчиться от канала к каналу в какую-либо контент-стратегию. Исходя из этого, уже можно сформировать фреймворк контент-маркетинга. Конечно, он должен каскадироваться от бизнес-задачи и отвечать требованиям каждого канала. В первую очередь, мы фокусируемся на задаче, от нее отстраиваем инсайт и определенную идею коммуникации, после чего формируем финально уже как решение этой задачи ключевое сообщение и тональность всей коммуникации. Дальше сегментируем на каналы и их технические требования. И последним этапом в разработке фреймворка становится формирование облака тематик, которые отлично коррелируют с вашим ключевым сообщением, допустимые к использованию в разных каналах и не противоречат глобальной идее и, что самое важное, вашей глобальной задаче. После этого возникает вопрос, а как корректно поставить задачу агентству на создание качественной контентной экосистемы? Конечно, зависит от возможности вашей компании, но в любом случае начинать стоит с вопросов. В первую очередь спросите себя, чего я хочу добиться, какой результат мне как компании нужен? Второй вопрос, где сидит мой потребитель, где его можно найти? На самом ли деле стоит искать его в том же ТикТоке? Или все-таки проверенные каналы будут более эффективны? И третий вопрос, что произведет впечатление на вашего потребителя? Какое впечатление вы, как бренд, хотите у этого потребителя сформировать? Ответы на эти вопросы даже в формате вашей гипотез позволят держать в фокусе общие задачи коммуникации и прийти к качественному работающему контенту. Везюмира экосистема контент-маркетинга держится на трех китах. В первую очередь фокус на достижении результата, качественный подбор каналов и минимизация субъективных оценок. Задавайте вопросы, не бойтесь экспериментировать и любите потребителя своего. Привет, меня зовут Катя, я креативный директор креативного агентства ВИВИТ, и сегодня мы поговорим о ТикТок. Наверное, кто-то уже очень близко знаком с этой социальной сетью, кто-то что-то слышал, а кто-то не слышал ничего. Так вот, если вы еще ничего не слышали о ТикТок или слышали, но еще не все, то вот, вот это видео, это, пожалуй, все, что вам нужно знать о ТикТок и предпочтениях его аудитории. Видео, которое набрало 147 миллионов персоналов. Пожалуй, тут можно было бы остановиться и закончить этот спич, но у нас есть еще 10 минут, поэтому я все-таки предлагаю поговорить о том, что же такое ТикТок и как это работает. По сути, ничего не изменилось, и, в общем-то, самые трешовые креативы, самые трешовые видео могут набрать неожиданное количество просмотров, точно так же, как это происходит и происходило лет 7-8 назад в YouTube. Но платформа ТикТок, она качественно отличается от других социальных сетей, типа Facebook, Instagram, YouTube. Сама платформа, она помогает юзеру быть безумно креативным. В ней уже есть некие зашитые штуки, которые направляют юзера создавать этот классный контент. Здесь это делать очень просто. Быть креативным в ТикТоке это вот так вот, потому что в ТикТоке есть ряд встроенных инструментов, таких там фильтры, приемы монтажа, которые уже тебе задают некий флоу к креативщику. Ну, например, такие эффекты, как переключение света, или вот эффект тоже очень прикольный, большой рот. Здесь видео может быть каким угодно, ситуация может быть какая угодно, но каждое видео заканчивается вот этим вот огромным кричащим ртом. смена цвета волос и макияжа, и на самом деле таких штук, вот таких эффектов, приемов монтажа, их в ТикТоке очень много, и они реально помогают юзеру. В основе самой платформы лежит принцип вовлечения и взаимодействия. Она построена на челленджах, на реакциях на эти челленджи, на повторение контента. То есть, можно сказать, что в ТикТоке, в ТикТоке миллиард всего, но этот контент, он между собой достаточно однотипен. Контент группируется по неким принципам, например, таким как хэштеги, по эффектам, по аудио в социальной сети ТикТок, огромная библиотека треков популярных, а также озвучек из сериалов, фильмов и известных шоу, под которые люди могут просто открывать рот, грубо говоря, как под фонограмму, и делать свои ремейки на тему. Это очень вдохновляет, юзеры с удовольствием подключаются и создают такой контент, потому что им, по сути, мало что нужно придумывать, они уже становятся креативными благодаря встроенным инструментам ТикТок. Главный принцип — это мало текста и много эмоций. То есть, можно сказать, что у ТикТок есть определенные правила создания этого контента, и есть некий флоу, который задается самим ТикТоком, его трендами для креаторов. И креатив тут, и хоть очень супер-мега-креативный, но он достаточно организованный. Именно поэтому создавать этот классный, крутой, прикольный креатив в ТикТок достаточно просто и быстро. И здесь все несется со скоростью света. Каждый день появляются какие-то новые челленджи и тренды. Если сегодня в тренде было одно, то завтра может быть уже совсем другое. Вот, например, пара топовых челленджей из ТикТока во всем мире для тех, кто не сильно знаком с этой платформой, чтобы, в принципе, понимать, о чем идет речь. Коинсиданс челлендж. Здесь челлендж построен именно на треке. Все видео, которые снимаются, они снимаются под один и тот же трек, и здесь присутствует танец. Ну, либо, и там дальше уже как бы юзер выражается, как он хочет, но он это все делает под один и тот же трек, тем самым объединяя весь этот флоу контента. Конечно же, все бренды стараются реагировать на ситуатив. Все бренды хотят подгадать вот этот вот момент, чтобы правильно влиться в какие-то трендовые течения и направления. Но в ТикТок настолько быстро все происходит, что если идти вот подавно устоявшейся вот этой схеме создания и утверждения брендового контента, то ворваться в тренд ТикТока на гребне волны становится почти невозможно. У всех, конечно же, брендов есть гайды, брендбуки, философия, не знаю, там, клеймы, месседжи. Это все очень круто, это помогает сделать цельный бренд, и мы это все учитываем при создании каких-то глобальных материалов, типа роликов, дизайна, стратегии. Но когда речь идет о ТикТок, здесь нужно что-то менять, здесь нужен какой-то новый подход, потому что вот такая схема, она не работает. В идеале, конечно, было бы упростить как-то эту систему гайдов, эту систему утверждения, и вот просто отдаться в этот поток фантазии ТикТок-креаторов, но все мы понимаем, что в реальности это не есть возможным, это вызывает слишком много рисков, особенно для брендов. Вот, поэтому новый подход поведения бренда в ТикТок, это то, что бренд не должен интегрироваться, он не должен успеть, успеть что-то. Вот он, бренд в ТикТоке, он должен создавать, он должен создавать тренды, создавать такие челленджи, которые люди захотят подхватывать. Он должен задавать этот поток и это движение, создавать контент, который будет заметным, любимым и формировать тренд. Очень крутой пример такого кейса глобального у Samsung, при выпуске новой модели телефона, они запустили челлендж. Все на самом деле было совершенно просто, они создали коротенький танец, с понятными, легко запоминающимися движениями, создали хитовенький, коротенький трек, в котором рассказали о характеристиках телефона, там, awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Все, этого было достаточно, чтобы миллион аудитории подхватила челлендж. Конечно же, бренд привлек для продвижения блогеров-миллионников в ТикТоке, но тем не менее, в общей сложности этот челлендж собрал более 19 миллиардов просмотров. 19 миллиардов! Да столько людей на земле нет, это вот реально не налазит на голову, но это ТикТок, и это его феномен. В Украине бренды уже работают с блогерами в ТикТоке, проводят успешные компании, но пока еще их не так много. Еще меньше брендов в Украине, которые уже завели себе свою страничку в ТикТоке. Ну а те, кто это сделали уже, они реально мега-крутые, здесь вот вообще без вопросов. Это такие бренды, как Интертоп, Цитрус, Ракета. Вот, например, вот это видео от Интертоп, оно собрало почти 30 миллионов просмотров благодаря конкурсу и интриге. Интрига еще один такой важный момент, который очень приветствуется в контенте ТикТока, чтобы юзер смотрел и последующие твои видео, в котором ты ревелишь свою интригу. Вот, а Ракета, например, повторила китайский тренд в танце на эскалаторе, который в Китае набрал 90 миллионов просмотров. Здесь же украинская версия от Ракеты уже набрала около 90 тысячи просмотров, что тоже очень крутой результат. Но таких прорывов на украинской территории, в украинском пространстве их очень немного. Пожалуй, это связано с тем, что ТикТок пока мало кто воспринимает всерьез. Все думают, что это что-то новое, такое смешное, прикольное, баловство для малолеток и так далее. Но куда серьезнее? Вот куда серьезнее в ТикТоке уже 6 миллионов аудиторий в Украине. Хэштеги на украинском языке собирают миллионы просмотров. И вся эта аудитория, это далеко не только дети и тинейджеры. Отлично себя чувствуют в ТикТок как глобально, так и на пространстве СНГ и пенсионеры. Вот, например, вот эта смешная бабулька, которая снимает видосы такие безумные с лайфхаками на разные темы. Или психологи, они тоже есть в ТикТоке. Здесь есть даже рыбаки. Вот, например, вот этот вот чувак, рыбак, который снимает видосы, где он тестит, на что клюет рыба. Он тестит самые разные продукты, начиная от горошка, заканчивая сникерсом. Здесь безумное пространство для творчества. И на этой платформе собрались все аудитории. В Британии, например, ТикТок сейчас запустил на телеке, рекламную кампанию на телеке для привлечения более взрослой аудитории. Здесь каждый день крутятся ролики с разными тиктокерами, у которых аккаунты по различным топикам, типа здоровье, фитнес, еда и так далее. То есть здесь они уже расширяют свои горизонты. И в принципе, в мире у ТикТок очень глобальные планы. Эта платформа, она чувствует аудиторию, она знает, что ей нужно. Она, в принципе, понимает, куда идет весь мир. Ну, если говорить про Украину, то как бы если посмотреть на то, как украинский рынок, в принципе, следует рекламным трендам, то для нас в любом случае лет через 5-10 все тренды докатываются. Но если учесть вот такое, в принципе, глобальное ускорение, то можно предположить, что просто буквально через пару лет ТикТок сделает все соцсети. Он переплюнет все. Так что ТикТок при всей его несерьезности это очень серьезно. И нам всем пора в ТикТок, друзья. Нам всем пора в ТикТок. И это, пожалуй, я на этом закончу. Время как бы уже вышло. И я всем желаю безумного креатива. Давайте держать руку на пульсе. Давайте следить за тем, что происходит в ТикТок, потому что в ближайшем будущем, я уверена, что он повлияет и на всю рекламу в целом, на создание контента в целом. Поэтому давайте будем в курсе. Всем спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Закашанская. Меня зовут Мария Мельчук. И мы представляем брендинговое агентство Галаган. Тема нашей сегодняшней лекции какого пола ваш брендинговая. На сегодня гендерные вопросы очень живо интересуют общество. И они влияют на образ жизни и принятие решений. Стратегия развития коммуникации бренда зависит напрямую от вопроса пола и идентификации. Сегодня можно не читать глянцевые журналы, не смотреть телевизор, посещать только конкретные сайты. Но реклама все равно нас найдет. Она догонит нас на остановке общественного транспорта, будет заглядывать на нас с билбордов, со стен подземных переходов. Гендерные стереотипы, что это такое? Это распространенные в обществе представления об особенностях и поведении представителей разных полов. А если проще, то это упрощенные, схематизированные, устойчивые образы мужчин и женщин. С раннего детства мы ведь познаем себя через призму пола, социальных ролей, которые он определяет. Отсюда и гендерные стереотипы. И сразу же отвечая на ваши вопросы, гендерные стереотипы — это не плохо и не хорошо. Они просто есть, как данность. Мы должны это воспринимать. И каким бы прогрессивным ни становилось общество и как бы ни цвела толерантность, человек всегда будет предпочитать бренды с яркой половой принадлежностью. А почему? Да просто потому, что он так ассоциирует собственную личность с личностью бренда. Да, но вот тут главное не перегнуть палку и нацеливаясь на определенный сегмент потребителей, важно не перейти границы, никого не обидеть своим рекламным сообщением. Использование гендерных характеристик и стереотипов в рекламе должно подчеркивать преимущества рекламируемого товара и ни в коем случае не унижать потребителей, на которых этот товар рассчитан. Мы должны настроиться, не использовать объективизацию и дискриминацию в рекламе. Какие же типичные черты или роли женских и мужских персонажей в рекламе? Если посмотреть на женский образ, то, как правило, это хозяйственность, красота, сексуальность, ухоженность, иногда недостаточная компетенция в некоторых вопросах и способность прислушаться к мнению мужа, возможно, подруги, решительность или возможность и способность добиваться из своего любого ситуации, возможно, любой ценой. Что касается мужчины, то в основном это преуспевающий бизнесмен, спортсмен, ведущий здоровый образ жизни, искусственный соблазнитель, любящий муж или отец, тусовщик или настоящий друг, как иногда бывает в рекламе. И сейчас мы не пропагандируем эти гендерные стереотипы, мы говорим о том, что сейчас используется. И есть в связи с этими гендерными стереотипами особенности восприятия рекламы женщинами и мужчинами. Так, например, женщины или большинство женщин более эмпатичны, они склонны к переживаниям, внимательны к деталям, более тоже внимательно воспринимают новую информацию. И их внимание таким образом легче привлечь, если мы будем обращаться к их ощущениям, к их чувствам. Ну, на примере, что женщина охотнее откликнется на визуальный ряд и призыв к красоте, а не на химическую формулу шампуня. Если на коробке будут красивый результат, ухоженные блестящие волосы, это заинтересует женщину вероятнее, чем химическая формула. Что касается мужчин, то они не так внимательны к деталям, им важнее функциональность предмета и то, насколько он демонстрирует их, возможно, финансовую состоятельность и статусность обладателя. Итак, в 2014 году в США оценивали женственность и мужественность и ценность бренда среди 140 известных брендов. Среди респондентов более высокие показатели получили те бренды, у которых гендерная краска была самая яркая. Ну, о чем я сейчас говорю? Это автомобильные марки, это бытовая техника, алкогольные бренды, ну и секреты, это было, да, шесть лет назад. Мужчина выбирает бренд, обладающий типично мужскими характеристиками. Женщина, в свою очередь, выбирает тот, который ведет себя в соответствии со стереотипами о женском поведении. Что касается лояльных потребителей бренда, то они обычно испытывают недовольство, когда компания расширяет аудиторию за счет потребителей противоположного пола. Они чувствуют, что это нарушает их личностное пространство. Да, и сразу приведу пример. Харли Дэвидсон 18-12% продаж приносят женщины. Так, компания Харли Дэвидсон решила ввести новую модель мотоцикла. Мотоцикл специально разработанный для женщин, специально разработанная геометрия дизайна. Какой мотоцикл назвали маленьким черным платьем среди мотоциклов? Деля продукты на мужские и женские, мы сами того не осознавая мыслим в рамках гендерных стереотипов. Чем больше продукт связан с внешней привлекательностью, какой-то изыском, слабостью, тем более женским мы его воспринимаем. Помимо эмоциональной составляющей существуют определенные визуальные коды. Так, например, мужские товары, как правило, в мужских товарах преобладают темные тона, синие тона. Если мы говорим о шрифтах, то, возможно, это гротеские, брусковые шрифты, какие-то более строгие шрифты. Что касается женским, то там скорее пастельные тона, бежевый, розовый, возможно, использование курсива, шрифтов с засечками. То есть это, собственно, те самые визуальные коды, которые мы воспринимаем и считываем сразу, когда видим это на полках. И сегодня крупные бренды стремятся выделиться на фоне других и вот как раз не боятся отходить от навязанных образов. Ведь стереотипы – это массовое явление. Потому каждый раз, выходя за границы этих стереотипов, мы привлекаем к себе больше внимания, мы становимся заметными. А что делает гендерная специализация? Ну, это приносит больше денег. Каким образом? Во-первых, обращение получается более целевым, да, и получают более широкие возможности общения с целевой аудиторией, ну, непосредственно бренд. Например, если в магазине будет стоять два самоката, один синий для мальчика, а другой розовый для девочек с помпонами на ручках, то цена такого самоката будет значительно больше, такого девичьего самоката, значительно больше, чем обычного синего самоката. Сегодня общество толерантнее к маскуринности женщин, чем к феминности мужчин. Женщина, например, это такой самый стандартный пример, с большей вероятностью выберет мужской бренд, чем наоборот. Пример, станок для бритья. Женщине все равно розового он цвета, черного, синего, салатового, она и в магазине может купить любого цвета, и дома пользоваться. Мужчина, вероятнее, не выберет и не купит себе розовый станок. Точно так же, например, если мы будем говорить о девочке-девушке-пацанке или мальчик-баба, то девочка-пацанка звучит где-то даже как комплимент, а мальчик-баба скорее как оскорбление. И на сегодняшний день бренды выходят из ниши для того, чтобы расширить целевую аудиторию. За счет чего? За счет увеличения продажи. И отношение к гендерным ролям в украинском обществе уже не так консервативно, как было ранее, или как было еще там 10 лет назад. Мужчины не стесняются брать на себя обязанности, которые были ранее присущи только женщинам. Это проявляется в различной коммуникации, в коммуникации современных брендов. И вот, например, мы разработали редизайн бренда для воды. Наташа, расскажи, пожалуйста, об этом. Да-да. Бренды могут быть мускулинными, могут быть феминными, но сейчас тенденции, чат все больше и больше набирает силы. Это андрогинный бренд. Бренд, у которого нет четких, ярко выраженных гендерных особенностей. Так мы разработали бренд, сделали редизайн упаковки воды Аквуля. Вода для всей семьи, вода для детей, но они позиционируют ее как вода для всей семьи. Сегодня папа принимает участие в семье намного больше, чем раньше. Он активный участник семейной жизни. Поэтому они также наравне с женщинами покупают воду своим детям. Поэтому с упаковки бренд коммуницирует и с мамой, и с папой, благодаря слогану, который мы разработали, Аквуля для меня, мамули и папули. Таким образом, призывая, покупают не только женщин, мам, мужчин в том числе. То есть, как результат, многие бренды уходят в слияние. Но вот такая вот гендерная нейтральность, она скорее имеет мужские черты, более аскетичный дизайн. Больше вопросов или там высокая функциональность, долговечность, да, какие-то рациональные преимущества чаще рассказываются или показываются, или выносятся в рекламу. Сфера, где соблюдение гендерных стереотипов не является принципиальным. Все чаще и чаще можно замечать нейтральные ходы. И что же в итоге? Если мы возьмем гендерные стереотипы, какие плюсы и минусы? Сначала о плюсах. Главный плюс – это разделение на мужское и женское. Он заключается в том, что это привычнее. Привычнее для одного поколения, для более старшего, да, ну, для большинства, по большому счету. Во-вторых, благодаря знакомым визуальным кодам такая сегментация обличает выбор. Выбор товара человека, например, на полке. В-третьих, такой подход уже зарекомендовал себя как финансово эффективный более чем 30 лет, скажем так, существования гендерного маркетинга. А минусы, что необходимо сделать, это изучить действительно есть эти эмоциональные или рациональные отличия разных полов. Если нету, то гендерный маркетинг может выглядеть оскорбительно. Нельзя превращать гендерные стереотипы в клише. Получается карикатурная коммуникация. И это отталкивает потребителей. Что касается смещения гендерных ролей, опять-таки, какие плюсы и минусы? Из плюсов – это модно. То есть структура потребителей многих продуктов и услуг на сегодняшний день потерпела большие изменения. И, возможно, вы удивитесь, но диетический творог пользуется большим спросом у мужчин, а множество женщин и агрессивные компьютерные игры. Из минусов то, что потребители сегодня, конечно же, все же должны быть готовы к провокации. Иначе сообщение бренда может неоднозначно восприняться общественностью. Возникает риск вызвать недовольство аудитории по разным причинам. В частности, она не захочет делить любимым брендом. Теперь о гендерной нейтральности. Какие плюсы и минусы? Один из плюсов – это то, что стратегии строятся в основном на рациональных преимуществах продукта или услуги. И вызывают больше твери в связи с этим. Гендерные нейтральные бренды меньше связаны с внешними стимулами. Такими, например, как сексуальная привлекательность, правление статуса. И поэтому они способны выстроить более глубокую персональную связь с потребителем. Да, с точки зрения визуальных кодов гендерно-нейтральные бренды менее яркие. Но это можно компенсировать за счет креативности в коммуникации. Да, это сложнее. Да, нужно быть более предприимчивым. Но это интереснее. Хотя гендерная нейтральность стала трендом в большинстве рынков мира. Но все-таки некоторые потребители не готовы сегодня к отсутствию гендерной окрашенности. Мы ни в коем случае ничего не пропагандируем. Мы рассказываем об исследованиях, которые проводили сами и которые уже давно проводились в мире. Поэтому хотим, чтобы вы тоже этим интересовались, может быть, копались глубже. Благодарим вас за внимание. Спасибо нашим агентствам за их видео-сторис. Надеюсь, для вас это было полезно. А у нас впереди последний конкурс Ukrainian Design the very best of 2020. Как правило, это самый такой центральный, опять же, обильный конкурс как на участников, так и на грады. Это графический дизайн. И, ну, собственно, мы начинаем. Я хотел бы, чтобы сейчас показала статистику. И убрали меня из кадра, уже я себе надоел, и я так чувствую, что и многим тоже. Кто наши жюри? Буль. Эрик Брекбуль, Миксер, Свитзеланд. Тару Стаудангер, скажем так, Финляндия. Я не знаю, как произносить правильно финские фамилии. Хочется что-нибудь такое. Тони Эрепюро, Куудес, Финлянд. Ну, не факт, что я сказал правильно. Доминика Заяц, DDB Germany из Германии, соответственно. Педро Арилла, Monotype United Kingdom и Кристиан Доринг, Dragon Rouge Germany. Но это не все. Потому что у нас еще есть Патрик Хардзей, Патрик Хардзей, Хардзеш, наверное, студия Полланд, Серджио Каруза, Чейл Самсунг, Чек Репаблик, Черис Цевис, визуал дизайнер из Кипра и Кристиана Ботина, студия FM Milano из Италии. Десять членов жюри. И 64 работы понравились минимум шестерым из этой десятки. И большинство из них, там 9 из 10, сказали хорошо на 15 золотых наград. Напомню, что мы сейчас смотрим все награды в режиме онлайн, на видео с трансляцией. И уже в конце сегодняшнего дня, даже сегодняшнего награждения на сайте Ukrainian Design вы увидите все эти работы, выложенные навсегда, пока мы вообще платим за облачный атлас. Смотрим. И первый наш финалист, дизайн студия GladHead, Chain of Shops, Дом пива. Директор бюро Андрея Шептинский, Центр Visual Identity. Мне сказали, что я что-то дважды клацнул, давайте я клацну назад еще раз. Ага, дизайн студия GladHead, Chain of Grocery Market Basket. Я, видимо, пролистал, дважды нажав нервно клавишу, поэтому идем дальше. Это мы уже сказали. Директор бюро Андрея Шептинский, Центр Visual Identity. Поздравления с шорт-листом. И смотрим ролик. Директор А.Кулакова Наши конгратулейшнс и следующий участник Live Well. Каша Плейнг Зон. Субтитры подогнал «Симон» Наши поздравления. И следующая работа. Твит Creative Studio. Наш. Наш. Кэш. Если кэш, я бы написал его через CA, а не через KE. Ну, это такой себе кэш. Шотс. Работа «Изи». Субтитры подогнал «Симон» 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 Отличная работа. И мы переходим к следующей. Это работа тоже Шотц. Лезер Эдит Хаус. Гра. Участник. Киевский симфонический оркестр. Шотц. Кэнди Коттон. Ван Док Эдженси. Ума Клиник. Ван Док Эдженси. Плас Бан. Роман Виноградный. Киев Галери. ТС-Слэш-Ди Эдженси. Майстер. Фьючер, креативно. Байдер в русском торжец. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Солар «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И опять Kaiser & Company Теперь уже в упаковке Грэмбрендинг No Drama Charity Day Твига Украин Серия Бинарный кот Витт, санфлауэр и морковка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А мы переходим к следующей работе Уже известна нам TS-HD Винпус Моб Break the Silence Еще одна работа от этого агентства The Earth is blue as an orange Шо не курили, прежде чем называли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Накрываю Накрываю Бабель 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 иллюстрейшн сериас Лума Art of Quarantine Тесла HD Алло Extended Warranty Alliance Алианс Катерина Королевцева Мистер Фонд Грэм Брэндинг No Drama Charity Day Дорис Эдвердайзинг Kaiser & Company Лума Кло Брэнд Чарректор Solar Digital Одесса Subway Антон Супруненко Pepsi Лого Брэнд Айдентити Редизайн Это А да Это концепт дизайн Я испугался За судьбу Бибидео Валентин Ткаченко Mac Typeface Это уже Категория Студенческого Дизайна Елизавета Чепугова Book Design of Poem Collection Тоже студенческий Дизайн Оксана Фетчишин Cover for the book For Writers Юлия Ганек Children's Book Illustration Moskita Зузя А Зюзя Зюзя Владислав Коленский Магазин Design Из Елизавета Полунина Бали Я хочу Посмотрю Почему Бали Ну Наверное Так Елизавета Видит Бали Дарына Яцюк Фонд Sponge Мария Рудковска Ukrainian Ligature Lettering Здорово, что у нас такие студенты есть И они активно участвуют Напомню, у нас же слоган Этого конкурса Вот 9 лет назад придуманный В Украине Е-дизайн Ну це ж справде так Лилия Гравська Редизайн Коктебель Jazz Festival А, Коктебель На отрухане в остре А то я Ага, сразумело Дарья Ржепышевська Дарья Ржепышевська Playing cards Дарья Ржепышевська Series of social poster children deserve better Диана Ткаченко Потребук Бай Любовь Якимчук Диана Ткаченко 104 дня Без полиэтилена И вообще без полиэтилена Надо вообще жить И мы переходим The very best of Награждаем наших золотых Итак, дизайн студия Gladhead Soul Modern Music School Смотрим А, нет, мы не смотрим У нас мы приглашаем Я думал, я ролик ждал Потому что я видел ролик на Gladhead Сейчас мы вас посмотрим В эфире Вот, уже можно говорить Представьтесь Меня зовут Александр Шарыгин Я из дизайн студии Gladhead Приехал представлять нашу компанию Вот, собственно Как вы добирались? Кстати, вот ваша награда Большое спасибо, да На машине, как же Сейчас никак по-другому не доберешься Только на машине Не жалко бензин Нет, но за такую награду, конечно Вы первый раз даете такие награды Мы даем первый раз Награда UA Награда UA Награда UA исполнила Вот, еще Большое спасибо Старайтесь Другие награды будут Конечно Я еще не ухожу Я еще вернусь Так вы знаете Ну, наше поздравление Спасибо Спасибо Мы переходим к следующему участнику Уже показанный слайд Live well Ideal, наверное, секреты Ideal И помню, как по-английски произносятся Идеальные секреты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну да, наши поздравления и привет вашей команде. Спасибо большое. Назар Гайдучик или Гайдучик. Зараз вы меня как бы там наведете. Гайдучик. Book cover Петро Яценко Магнетизм. Вот Гайдучик ваша нагорода. Дякую. И ну пару слив. Дуже дякую всім організаторам, всім причетним до цього конкурсу. Також дуже велика подяка журі, що оцінили мою роботу. Також дякую моему улюбленому видавництву Старого Лева, де я працюю. А, ты же тоже из Львова? Так. О, прекрасно. Ось, що вони дають мені можливість. А ви на этом bubble car? Бабл кар? Ні-ні, я своєю. Ну, я б бабл сказал. Ну, майже те саме. А, у кожного, ми ж з Львова, у кожного своєї автівка. Правильно. Добре. Добре. Ну, ще щось нибудь, якщо хочете, пожелайте нам. Хочу подякувати ще раз і сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Дуже приємно було брати участь. А ви вже знаєте, що вам теж ще одну награду дадуть? Не, ну я сподіваюся. А, це в наступному уроку. Так, так. Добре. Я теж сподіваюся. Дякую. Спасибо большое, да. Дякую. Что были с нами. А у нас дизайн-студія Gladhead. Слушай, опять это, мог би тоже огурцы привезти. Джин-тест. И ще одна награда. Ну, у вас машина вместительная. 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 Можно еще... Сейчас кто у вас еще? А сейчас Анастасия Довгаль и Анастасия Вичинникова. Это иллюстратор, который нарисовал эти иллюстрации. Ну, и Анастасия дизайнер, которая все это придумала и сделала обоим. Огромное спасибо от меня. Ой, я же держу награду. Я вам меня привезу. Спасибо. А мне-то что? Я тут выдаю награды просто. Грэм-брэндинг. Львивские дрижджи. Уп. И у нас... Вот уже есть... Александр. Александр. Тоже за Львова. Ну, у нас... У Львови есть дизайн. Да. Видаю мистера Лева... Миста Лева, господи. Дякую. Ну, вы ж простите мой донецкий этот... Приезжай. Да я бы и переехал даже, не то чтобы... Если бы у вас еще зарплаты были такие, как в Киеве. Мы бы там всю украинскую рекламную коалицию сделали. А так все же там есть. Сырники будут. Ну, все есть. Все хорошо. Кава. Доброе, да. Our agency. Fatherline. У нас следующая награда уже в другой категории, но за ту же работу. Ну... Огурцы. А где огурцы? Огурцы съели! Ребята из IC Design Group. То есть теперь там IC Огурец Group. Ваша награда. Наши поздравления. Мои поздравления вам, ребята, за эту награду. Спасибо. А мы движемся дальше. ASD Group. Что-то вот ASD и ребята со Львова поделили все подряд. Ризни вы такие, аллоривни. Ну, еще одна награда. Спасибо. Сколько уже у вас наград? Четвертая. Четвертая. Больше, чем огурцов? Нет, огурцов больше пока. Давайте сделаем количество наград равным количеству огурцов в банке. У нас там уже меньше стало. А, огурцов меньше? Да, мы резко приближаемся. Там, кстати, у нас есть алкоголь. Есть спонсорский тоже. Да, мы нашли. Спасибо. Шампанское. Спасибо. Наши поздравления. А мы движемся дальше. Ой. И у нас студенты. Студенты, студенты. Вот наше будущее. Максим Кабузан. Гротеск. Я даже не знаю, что такое сивай-гротеск. Но сейчас Максим нам расскажет. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вы студент чего? КДИ, ДПМ, Бальчука. Ага. Бальчука. Понятно. Ну, то есть, как бы, а что такое вот эти вот первые буковки, которые были там вот у нас на, вот этот, в названии работы? Я сейчас уже не скажу. Этот шрифт я делал для, как рекламы журнала. Журнал назывался САЙ в честь САЙ. 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 САЙ, да. Уже там про тебя только слышали, ты уже никому не нужный. Было такое агентство САХАР. Вы знаете, агентство САХАР было? Креативное. САХАР. Федоров. Хе-хе. До свидания. Все. Уже никому вы не нужны. А вы на каком курсе? На пятом. А, уже все. То есть, вы на какую зарплату рассчитываете? Вот скоро. Уже все, выпускной. У вас есть вот такая награда. Вас сейчас все хотят. Вы уже сложили какую-то цифру в голове? Правильно. Не надо. Тем более на эфир. Там все. Не-не-не. Я буду вашим пресарио. Мне же надо чем-то заниматься на пенсии. Буду вас продавать. А вы шрифты. Папам-папам. Наше поздравление. Спасибо. Мы переходим к следующей. Валерия Крыжановська. Book transformer with illustration of scrubbing song. Ага, нема Валерии. А я думал, где же Валерия? Виктория Германенко. Packaging concept for легкассиль. Я правильно Германенко сказал? Германенко. 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 Режиссер. Русская. Ценемия Родыч. Не, она же Германика. А вы смотрели ее фильмы? Германики? Ну, неважно. Зачем нам смотреть. Но, в принципе, хороший фильм. Я посмотрю. Пожалуйста. Ваша награда. Ну, скажите пару слов. Вы студент. Я в прожекторе училась. А, вы в прожекторе училась. Поэтому хотел передать спасибо и привет прожектору, нашим кураторам, Глебу, Нону, Саше и Диме. Вот. Спасибо. А вы слышали вот про те именно собственные, которые я у Максима, у своего тезки спрашивал? Агентство Сахар. Ну, я запомнила, я погуглю. Не, ну, просто вот агентство Сахар. Мне неизвестно. Сик Транзит Глория Мунди. Все. Спасибо. Да. А у нас, собственно, на этом конкурс закончился. И у нас закончился вообще Ukrainian Design The Very Best Of 2020. Все победители вы можете смотреть вскоре на сайте и вообще там навсегда. И у нас сейчас сторис от агентств, потому что впереди еще Art Directors Club Awards. А сейчас сторис от агентств. Играет музыкаey Африкаи. Появляется все больше роликов, посвященных экономикам здравоохранения. и коронавирусу. Ролики максимально похожи друг на друга, максимально общие и минимально вовлекающие и имеющие ценность для потребителя. Что нужно делать по-другому? Первое. Не пытайтесь решать большие и абстрактные проблемы. Ищите конкретные и резонирующие точки боли. Понаблюдайте, как поменялось поведение вашего потребителя. Например, мы стали ходить в магазины реже и теперь нужно бережнее относиться к продуктам. Или сложно отпраздновать свой день рождения, когда нет возможности пригласить друзей. Или родители устают быть родителями круглосуточно. Используйте такие наблюдения вместо философских размышлений о вечных ценностях или о том, какое сложное будущее нас ждет. Второе. Оставайтесь в рамках своей компетенции. Делайте то, с чем ваш продукт или бренд всегда справлялся лучше всего. То, в чем суперсила вашего бренда. Туалетная бумага или макароны не сделают людей ближе и не вселят оптимизм. Оставьте спасение мира изобретателям вакцины. И третье. Предлагайте решение вместо сочувствия. Что ваш бренд с его суперсилой предлагает сделать человеку для решения его точки боли. Это может быть активация, это может быть новый паттерн поведения или новый сервис. Все, что поможет человеку действовать по-новому. Итак, три вещи. Конкретная точка боли, суперсила бренда и решение для потребителя. Это профессиональное рекламное видео. Кто хочет стать рекламистом? Наш гость Константин Грибанов, видеоконтент лид Digital Chain. Все верно? Да, все верно. Костя, вы скажите, вы работаете непосредственно с YouTube-площадкой, с блогерами, да? Да, все верно. Создаем нативные YouTube-каналы в абсолютно разных категориях и в первую очередь это спортивные проекты. Сегодня будет 4 вопроса, которые зададу я вам. И вот он первый вопрос. Вы готовы? Я готов на 100%. Какой способ продвижения на YouTube оптимальный для сферы спорт-маркетинга? Вариант А. Интеграция, уже популярные каналы. Вариант Б. Создание собственного канала с нативным контентом. Вариант С. Официальный канал бренда. И вариант Д. Нужно брендировать стадионы, а не вот это все, что я сказал до этого. Мне кажется, правильный вариант это Б. Это создавать нативный канал с нативным контентом, продвижением нативным клиента. Самый правильный вариант. Это ваш окончательный ответ, да? Да. Мы принимаем этот ответ. Это правильный ответ. Изначально перед нами стояла большая и непростая задача создать абсолютно новый YouTube-канал в уже суперконкурентной нише, который будет доносить ценности клиента до аудитории. При выборе лица канала у нас было два варианта. Уже состоявшаяся звезда со своей какой-то историей и абсолютно новый человек, из которого мы будем делать настоящую медиа-личность. Мы определились со вторым вариантом. После этого разработали очень такой динамичный контентный план с большим количеством экспериментов и запустили абсолютно новый YouTube-канал, который за два года собрал 390 тысяч подписчиков и 50 миллионов просмотров. Изначально проект развивался как самостоятельная единица. То есть как будто какой-то еще один начинающий блогер создает свой канал. При этом это была часть большой стратегии, когда клиент постепенно и нативно вводится на проект через какое-то время. Такой подход и стратегия формируют качественный контакт с аудиторией, целевой аудиторией спортивных маркетинговых проектов и, что очень важно, формирует доверие. Канал называется Куба Ибра. Я слышал? Конечно слышал. Я даже смотрел клип. Пародия на песню какой группы сделала бум просмотров и подписок на канале Куба Ибра? Вариант А. Даха Браха. Вариант Б. Потап и Настя. Вариант С. Время и стекло. И вариант Д. Король и шут. Не, ну, король и шут это топ, но... Если вы затрудняетесь, вы можете позвонить другу, либо выбрать... Давайте, давайте, я другу позвоню. Кому будете звонить? Позвоню ведущему нашего канала Куба Ибра Игорю Пазычу. Секундочку. Алло, да, я тут, наверное, быстро говорю. Слушай, я по Барику, я на программе. На какой мы клип там снимали пародию? Я не по королю шут вроде бы, там, года два назад. С четкими, которые, да? Ну, да, да. Король и шут. Камриал Барс. Время и стекло. Время и стекло. Там ты тролль. 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 Точно, все, я понял. Все, давай, чувак, спасибо, а то я занят. Да, зачем? Давай, давай, пока. Ладно, давай, потом. Думаю, правильный ответ это время и стекло. Трек тролль. Тролль. Время и стекло. Это абсолютно правильный ответ. Спустя пару месяцев после запуска абсолютно нового YouTube канала мы решили громко заявить о себе на площадке. Дальше вопрос стратегии и чистого креатива. Мы определились с набирающим популярность трендом на пародии музыкальных клипов, нашли партнера в лице большого музыкально-развлекательного проекта «Четки паца» и за короткое время сняли и опубликовали пародию на известный тогда музыкальный клип группы «Время и стекло. Тролль», где обыграли извечное соперничество между двумя топовыми футболистами Роналду и Месси. Итог. 13,5 миллионов просмотров, 260 тысяч лайков и 17 тысяч комментариев. Это топовое вовлечение. С помощью этого проекта мы решили сразу две задачи. Во-первых, бизнес-задачу клиента благодаря нативному продвижению в самом ролике, а еще благодаря лидогенерации через ссылку в описании к видео. А еще, что важно, мы решили задачу проекта, так как за очень короткое время на абсолютно новом канале мы получили больше 20 тысяч подписчиков. Через время уже своими силами мы реализовали пародию на другой музыкальный клип, который набрало 900 тысяч просмотров и 17 тысяч лайков. А что делать, если ниша в контенте уже очень высококонкурентная? А. Вкладывать большие деньги в пейт-промо. Вариант Б. Сосредоточиться на качестве и интересах целевой аудитории. Вариант С. Вовлекать подписчиков с помощью розыгрышей. Или вариант Д. Ничего не остается, как грустить и искать себя в другой нише. Мне кажется, правильный ответ Б. Вариант Б. Сосредоточиться на качестве и интересах целевой аудитории. Да, это правильный ответ, Константин. Слушайте, Константин, спасибо вам за ваши ответы. Я желаю вам еще более быстрого и качественного роста канала Куба Ибра. Спасибо. И вам того же. Спасибо. Это профессиональное рекламное видео «Кто хочет стать рекламистом». Если вы когда-нибудь захотите стать участником этой игры, пожалуйста, отправляйте свои резюме HR-менеджеру агентства Digital Chain. Продолжение следует... Можно оставаться дома. Айкос. А что это за моду такую взяли? Идеальный или легальный? Это типа отпускать его. Поднимай и отпускай. Ха-ха-ха-ха. 47. Уточнюй. Идеальный или легальный? Green Energy. Идеальный или легальный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого-го! Что это? Мегого! 10 тысяч фильмов для мамы. 1000 мультфильмов для детей. 187 каналов для тата. А еще 370 зарубежных сериалов. А еще Мегого можно смотреться с 5 разных пристроев. Одночасно. И сюрприз для настоящих фаней. Прямой трансляции чемпионатов с футболом. Мегого! Приеднуйтесь и насолоджитесь перевагами для всей семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok